Интервью про психологию и все ваши айтишные проблемы. Сейчас, на сегодняшний момент, психология стала достаточно востребованной и даже модной. Психология не наука. Я в IT-в IT, а я там 15 лет назад вышел из IT. Мы совершаем действия не из логики, мы совершаем действия из эмоционального состояния. Да нормально, я себя сейчас чувствую. Каждый человек это интересно, это прям вообще, то есть это вселенная. Нету лени, есть отсутствие мотивации. Знаешь ли ты кто такая, Вероника Степанова? Айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс, вы на канале IT-борода. Сегодня у меня интервью про психологию и все ваши айтишные проблемы, а в гостях Василий Пронь. С большим опытом человек и со стажем здоровенным, и владелец компании, которая занимается тренингами и всем тем, что может помочь вам стать на путь истинный. Здравствуйте, всем привет. Расскажи, пожалуйста, про свое детство и потом куда поступил учиться, как развивался и как пришел к психологии. Это интересная история, я не знаю, насколько там в пеленки стоит уходить, но в общем-то мне уже 38-39 лет, я еще в Советском Союзе родился когда-то и детство еще застал Советского Союза. Весь этот развал, перестройка, все это тоже... Помню, да, как вполне помню, да, как еще эти очереди за колбасой на весь магазин, там, какой-то одного сорта, там, да, к покупончикам, то есть, да. Ну, родился я в обычной семье инженеров, то есть родители мои, отец инженер, техническая специальность. И, ну, кстати, да, максимально близко на тот момент, там, к современной айтишке, там, он работал тоже, там, в НИСА, средства автоматизации, то есть такой вот институт. Но еще он там недалеко от библиотеки, там, находится, вот там, мама-экономист тоже, соответственно, там работала и, в общем-то, вот так. Детство, у меня совершенно обычное там детство было. И в школе у меня все, в принципе, отлично было с физикой, с математикой, я достаточно неплохо учился, это не мешало мне там и как-то и гулять, и общаться с людьми, и тусоваться. В общем-то, ну, потом какой-то я политеховский лицей, вернее, у нас там такая сложная история, школы при лицее, при политехе были лицейские классы. И вот с 8 по 11 я в такой школе учился, 116, всем, кто вдруг, там, может быть, когда-нибудь там был, передаю привет. И, ну, заточка у нас была физика-математика, там, геометрия и так далее. То есть мы, в общем-то, техническое, у меня техническое прошлое, да, как я поступал в политех, поступал вообще без конкурса, я прошел, там, тогда еще были олимпиады такие, я набрал, там, достаточно высокие баллы, на фитр, информационные технологии, да, а, нынче, это БНТУ, да, БНТУ, факультет информационных технологий, я, в общем, по первой специальности программист, вот, закончил, так, какому это, в 2003 году я его закончил, вот, и работал я уже, подрабатывал со второго или с третьего курса, уже не помню, у меня даже, там, две были таких подработки, айтишные совершенно, я, там, программировал тогда на Си плюс плюс, там, да, как писал для железа кое-что, по одному американскому проекту, такому интересному, физики, биологи, медики делали такой термооптический анализатор клеток, короче, там, лазер стрелял по клеткам, все это на электронный микроскоп снималось, обрабатывалось определенными алгоритмами, короче, такая... Это ты удаленно работала или компания у нас прям была базировалась? Это был институт тепломассообмена, и там был такой американский грант, который они получили, и я туда тоже очень интересно устроился, я пришел на собеседование в шлепанцах, в этих шортах, у меня еще длинные волосы были, вот, в майке такой, какой-то хэви-метал, что-то такое, это интересное там тоже было, и, в общем, меня достаточно сразу там взяли по рекомендации, я тогда еще такая сеть была, может быть, кто-то знает, Фидонет, там, это еще до интернетов, до всех там, да, вот я там тоже там когда-то состоял еще... Фидошником был, короче. Да, был фидошником, да, как это было дело, там, в минских сетках там состоял, нескольких, ну, в общем, такая интересная молодость была. Слушай, ты говоришь, что, во-первых, сразу несколько вопросов, ты говоришь, что у тебя была обычная семья, где были технарь и экономист, это в то время была обычная семья в Советском Союзе? Ну, это обычная инженерная семья, то есть, да, как, то есть это не какие-то там высокие статусы, там, да, как, ну, как бы, наверное, ну, не знаю, как по мне, обычная семья, там мега заработков ни у кого не было, то есть, да, как инженеры в Советском Союзе получали денег меньше, чем рабочие некоторые там и так далее, ну, как-то вот, да. И у меня брат-сестра, нас трое в семье было, поэтому это тоже достаточно интересно, но и родителям, наверное, где-то и тяжеловато там было, да. Почему ты поступил на физику-математику, потому что хорошо шло? Да, я вообще, в общем-то, я неплохо учился, то есть, и с физикой-математикой у меня в школе все было отлично, то есть, я вообще-то очень, как бы, такой технический, математический, у меня все в порядке, я это, кстати, в психологии использую активно, то есть, и вот эта пословица, как это, что технарь может стать гуманитарием, там, легко, гуманитарий, ну, наверное, не всегда не хочу никого обидеть, там, да, как, ну, мне легко, потому что я легко систематизирую, я понимаю, где что происходит, и я, в общем-то, совершенно не жалею о том образовании, которое было, и опыте, и которое я получил, и, в общем, это очень много дает. Сколько ты на плюсах разрабатывал? Вообще разрабатывал? Ну, по времени, сколько, да, чтобы понимать. Ну, на самом деле, немного, реально, я, вот такой опыт программерский у меня был, вот с третьего курса, там, я работал параллельно с учебой, да, как, третий, четвертый, пятый, и два года распределения я отработал в горно-химическом, в Белогорхимпром, такая есть организация, в Беларуси есть горно-химическая промышленность, и я там в секторе электропривода, автоматизации электропривода работал, там тоже на стыке, на самом деле, там не было чистого такого программирования, я с некоторой натяжкой могу сказать, хотя мне приходилось, там, писаясь, там, такие, ну, разного уровня соц, и поджелезки, которые, там, использовались для измерения, там, загрузки конвейерной ленты, там, например, там, да, которая везет руду, там, в шахте, я в шахтах бывал, там, это тоже прикольный опыт. В Солюгорске, да, когда едешь километр вглубь, 20 километров от спуска, от ствола, там, и там машина ездит, там, трактора, там, ну, короче, там, горная техника, и вот там мы ездили, устанавливали датчики измерительные, ну, то есть у меня была такая программная часть с инженерной по исследованиям того, как все это можно оптимизировать, повышать эффективность, вот, и два года я там тоже отработал, вот, интересный такой опыт получил, и, ну, там тоже часть я немножко на С++ делал, там, по-разному, но сказать, понятно, что современные, вот, с тем, как информационные технологии развились, там, с 2000, там, какого, с 2001 по 2005, наверное, я как работал, они, конечно, совсем далеко ушли вперед, тогда это было, как я помню, там, в лучшем случае MSDN на компакт-диске, где ты шерстишь, там, и на Visual C++ чего-то там клепаешь, если про графическую, юзеровскую часть, там, смотреть, там, ну, и так далее, в общем, да, был, в общем, у меня такой опыт был, себя программистом с большой буквы я вообще далеко не считаю, и актуальность давно уже потерял, то есть, да, как... Тогда айтишка не была на хайпе? Ну, то есть... Тогда она не была на хайпе, да, совсем не была на хайпе, скорее... И по зарплатам тоже там... Ну, может быть, где-то уже начиналось, там, да, но скорее нет. Тогда, и это, кстати, интересная там такая штука, потому что в айтишку тогда, наверное, больше шли люди... Это мое сугубо личное мнение, я не проводил ни исследований, ни статистики, но учился я с айтишниками, да, как... И ушли, по моим наблюдениям, даже и по себе ушли люди, ну, кто, во-первых, технической части как-то себя чувствовал ближе, там, проще, кто шел еще подальше от людей, назовем это так, и это такой мотив, такой прикольный. В смысле, вот это интроверты, да? Да-да-да, да-да, да-да. То есть я лучше буду сидеть в этом мирке, которым я могу что-то создавать, да, как... И удобненько работать, но мне не надо вот с этими людишками контактировать, которые у меня могут мозги слегка компенсировать, там, да, как... Поэтому, вот, да, и очень интересные люди, там, да, как шли. Это скорее, там, может быть, кто-то по призванию, кому-то было это интересно изучать новое, там, да, как двигаться. Но это точно не было, как сейчас, там, такой темой, там, уйти-войти, там, да, или, вернее, как там, войти-войти, там, да, как... Я там даже в соцсетях попрекалывался, все войти-войти, а я там 15 лет назад вышел из IT. Красиво здесь, и правда ли? Все мы сталкивались с выгоранием. Я на своем опыте сталкивался с выгоранием несколько раз, и одно из самых последних выгораний было, когда я стал Team Lead'ом, и вы помните этот видос, я его выпускал на канале, я рассказывал, что мне не понравилось. Я долго пытался выкарабкаться из этой ситуации, когда тебе ничего не хочется делать, когда ты ничего не можешь делать, когда у тебя нет абсолютно никакой мотивации, и ты потерян для общества, и ищешь какие-то сакральные смыслы жизни. Все это называется проф. выгорание, и о нем вы узнаете из сегодняшнего выпуска, вы узнаете о других психологических проблемах, связанных с возрастом, связанных с выгоранием, связанных с тем, что, в конце концов, большинство из IT-шников интроверты. Все это те проблемы, которые неявным образом преследуют всех нас на работе в сфере IT. И вы знаете, эти проблемы иногда достигают какого-то критического пика, в который необходимо обратиться к людям, которые могут вам помочь. Сегодня я хочу вам рассказать про сервис Ясно, сайт Ясно.Лайв, который предоставляет профессиональную психотерапевтическую помощь в ситуациях, которые необходимо решать. Ясно существует с 2017 года у ребят более 200 профессиональных терапевтов, каждый из которых проходит персональную ревью, персональное собеседование и обладает всяческими подтверждалками того, что у них есть квалификация, которая может помочь вам в разрешении вашей ситуации. 7000 клиентов компания уже обслужила за эти 3 года, это более 35000 индивидуальных и не только сессий. Сервис Ясно.Лайв хорош тем, что под каждый персональный случай, конкретно под вас будет подобран конкретный психотерапевт с нужными навыками, необходимыми в решении вашей ситуации. Все занятия проводятся онлайн, прямо на платформе Ясно.Лайв. У них есть свой замечательный кабинет, через который происходят видео встречи. Вы можете проходить занятия с мобильного телефона, с компьютера, с ноутбука, абсолютно из любой локации, где есть интернет. Это очень удобно. 21 век как никак на улице. Одна сессия длится 50 минут и стоит она 2850 русских рублей, что в пересчете на доллары около 40 долларов. И надо сказать, что это даже ниже средней рыночной стоимости индивидуального оффлайн занятия с хорошим психологом либо психотерапевтом. Так что даже тут вы будете в выигрыше. Ну и вообще я посмотрел на ребят, почитал про них отзывы, посмотрел на их сайт. Достаточно душевное. Про каждого члена их команды можно прочитать на сайте в соответствующем разделе и записаться к конкретному терапевту, если он вам понравился. У ребят есть отличный блог, на котором я прям залипаю. Последняя статья про психологические книжки прямо у меня в сохраненках. Я несколько книжечек уже пометил себе, как книжки для прочтения. Ребята ведут свои социальные сети 12 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это означает, что ребят социально активные, про ребят знают, ребят любят и ребят выбирают. Так что не стесняйтесь приходить со своими проблемами к профессионалам, в том числе на сервис Ясно, на сайт Ясно.Лайв. И при регистрации можете использовать промокод Борода, который даст вам 20% скидки на первую сессию. Сам я еще не был на консультации у ребят, но чувствую, что в ближайшем будущем такой контакт у моей телефонной книжки, в моих закладках мне очень пригодится. Так что и вам советую. И да пребудет с вами дух творческого. Не перестаю удивляться тому, насколько крутая и красивая может быть природа всего лишь в нескольких десятках метров от крупного города. Расскажи тогда, как вышел, почему вышел. Но это, наверное, связано с тем же, как и вошел. Вошел я, потому что у меня хорошо. А, хорошо получалось, как я достаточно хорошо себя чувствовал в точных науках, в логике и так далее. А об этом, потому что в том числе и про себя могу сказать, что где-то был мотив такой, что люди, они не очень понятны, с ними как-то сложновато, и лучше пойти туда, где хорошо получается, и можно что-то творить, как создавать. Поэтому вот это два таких, наверное, мотива. А вышел я, соответственно, потому что параллельно с учебой в институте я начал интересоваться психологией практической. Я на какие-то первые тренинги, которые приезжали к нам сюда. У меня же сестра старшая, она педагог-психолог по образованию, и сначала она этой темой стала интересоваться в силу профессии. И я говорил, слушай, ересь какая-то, чем ты вообще там, что это за фигня, куда ты там попал, куда ты ходишь, что это такое. Вот. А потом посмотрел как-то, и моему другу, у него были реально кое-какие сложности, она там посоветовала что-то, он сходил на тренинги, смотрю, там человек стал меняться, думаю, прикольно, может, и мне надо. И мне стало интересно, я стал как-то вот интересоваться этой темой, ходить на какие-то тренинги, узнавать, как, что оно. Для того, чтобы разобраться, как работают тренинги, или чтобы разобраться в себе? Нет, для того, чтобы разобраться в себе, в первую очередь, в себе и в людях, наверное, вот так вот, чтобы стало как-то понятнее, как с ними взаимодействовать, как с ними быть вообще, как с собой, там, своими целями разобраться. И вот доразбирался до того, что решил, что мне это стало гораздо интереснее, там, да, как чем кодить, чем писать программы, что люди, они вообще-то сложнее и интереснее, да, и с ними прикольно, потому что вот это не алгоритм, который один раз заложил, и все. То есть у людей тоже есть внутри алгоритмы, которые крутятся, и многие установки, это по сути, их можно назвать такими алгоритмами, их можно открывать, изучать, там, исследовать, но на самом деле они тоже меняются. То есть они еще меняются. То есть человек может быть адаптивным, перестраиваться, менять свои алгоритмы, даже какие-то серьезные. И как бы в моем представлении психолог – это тот, кто помогает ему это сделать в интересах его, ну, не психолог, в интересах человека, да, как это, и, блин, это круто. Мне кажется, это вообще классно, там, да, как, когда ты вот, вот есть живой человек, и ты, ну, это вот как, когда-то был ролик, да, как самолет летит, его программисты по ходу пересобирают, да, как эта аналогия, как это, программисты код пишут, да, а вот тут живой человек, который живет, функционирует, и ты ему помогаешь самому себя немножко пересобрать, чтобы он был более счастливый и успешный. Слушай, ну, у меня тут тысяча вопросов, но дальше об этом поговорим немножко. Да, расскажи, и, в общем, и, в общем, как я ушел, как ты скил наращивал, как ты ушел. Как я ушел, то есть я вот какое-то время, достаточно долго, года 3-4, я ходил на всякие тренинги, и проходил за деньги, ассистировал там, бесплатно участвовал, то есть я это присматривался, потом у меня стрелянуло, и вот когда я вот уже работал на третьем курсе, у меня была такая ситуация, когда достаточно стрессовая, когда жесткие дедлайны были, и железо должно было ехать в Штаты, и должно было уже софт работать, поставили нам это железо, по независимой от нас причин, на несколько недель, а то и там месяц, полтора позже, и все это уперлось в том, что мне пришлось там свою работу ужимать по срокам, ну, конкретно. В результате там я планировал тогда в какой-то программе обмена поехать в Англию, еще куда-то там денег на лето подзаработать, все это пришлось отменить, типа Walk & Travel, там какие-то программы тоже тогда были, пришлось это дело отменить, потом мне пришлось взять перенос там сессий на осень, потому что вот прям это попало там на весну, там, и в общем май, июнь месяц, я два месяца жестко там в КАУ, вот итог, финальная часть вот этого проекта пришлась там, и была сжата, я без выходных два месяца делал это все, и это с живым железом, то есть часть мне пришлось сделать даже в лаборатории, где стояли вот эти лазеры, там специальные там лазеры, которые до приличных денег стоили, которые менялась длина волны, накачки там и так далее. Короче, со всем этим железом часть я там мог дистанционно делать, с эмуляторами, но уже когда все это сводилось, это все надо было состыковать. И в общем это достаточно стрессовый режим был, то есть такой на износ где-то, да, как и для меня, и для моего шефа, с которым я работал, и в общем-то возникла одна конфликтная ситуация, там они периодически какие-то мелкие возникали, возникла конфликтная ситуация, но она прям яркая была там, да, как когда он пришел, а там что-то все разобрано, когда вот состыковывались куски, разобрано, и он говорит, покажи, что работает, я говорю, что, как бы, ну я могу показать, но ничего еще нет, он говорит, нет, покажи, как работает, оно естественно не работает, у него паника, там, да, он на меня там, ааа, там, то-то-то-то, там, да, как, и вот тут я себя прям словил, как это, slow motion, там, да, в замедленном движении, что я, вот у меня как внутренний диалог, ну, вот что, я вот сейчас могу сказать, там, я не потерплю такого отношения, там, встану, уйду, там, да, как, ну, и у него пролет будет, там, да, как, и, а у меня были обязательства, и, соответственно, оплаты за работу, то есть, не помесячно, не это, по проекту, сдал, по факту, сдам проект, получил деньги, то есть, да, и я деньги не потеряю, там, не заработаю, и так далее, и вот тут я прям, прям, вот прям, как картинки перед глазами, вспоминаю, чему я там на тренингах, там, изучал, как, и думаю, как можно поступить, и вот беру, чего-то применяю, да, как, и понимаю, что, хопа, оказывается, это работает, то есть, это не сказочки, которые какие-то гуманитарии, психологи себе придумали, а что эта штука вполне практичная, дает выхлоп, да, конкретно для меня выхлоп в том, что я не профукал проект, что я не подставил, там, людей, там, и, собственно, не только людей, там, а организации, там, да, как, выполнил это все, и заработал там денег, короче, и когда я, вот, проект закончился, я получил деньги, все окей, все уехало, все работало, я часть этих денег вложил, там, в свое, там, айтишную часть, там, да, как, там, купил себе железо какое-то, что-то еще, там, часть просто потратил на удовольствие, там, да, как, а часть вложил в такую психологическую штуку, я поехал, там, в Питер учиться, на тренингское обучение в Минске, тогда особо ничего не было, то есть, я вложил такое образование, там, психологическое, я решил, окей, если это мне даже на таком уровне клиентском помогло, то есть, имеет смысл в это инвестировать, очень прагматично, но я не думал, что этим буду заниматься вообще, то есть, не было идеи, в лучшем случае, потом, когда я уже в Питере учился, мне там, может быть, было 22 года, у меня еще был комплекс такой, что я такой молодой, буду людям задвигать, чему я их научу вообще, там, как придут ко мне, там, люди в 30-40 лет, да, как, а я им 22 буду что-то рассказывать, бред какой-то, да, ну, и в общем, ну, думаю, ладно, все равно, там, как это, в кармане не носить, я вроде как проверил, мне это выхлоп дало, то есть, да, как выложу, в лучшем случае, как бы, будем считать, что это моя дань тому, что я уже там использовал, а скорее всего, я еще в чем-то себя прокачаю, получу дополнительный выхлоп, ну, и, итоговая, я отучился там, потом, я там получил статус там тренера, стажера, вот, в Минске, как таковое, там возможности особо не было работать, но я какое-то время, как хобби, я ездил в Питер, в Россию, где-то в Ростов, я вот ездил, как это сейчас говорит, в Украину, там, да, как, то есть, я ездил в какие-то центры, где были там тренинги, и там где-то стажировался, там потом, как тренер, там что-то проводил, ну, это для меня было такое хобби, пока в один прекрасный момент ко мне не пришла моя подруга, и не сказала, слушай, ты же хочешь, что в Минске был там центр, где там будет проходить тренинги, чтобы люди имели доступ, я говорю, ну, да, не скрывай, у меня была такая мечта, но я говорю, слушай, я хочу, чтобы кто-то сделал, чтобы я вот программировал, туда приходил, там, выходные, там, да, что-нибудь провести, там быть полезным людям, то все дела, она говорит, ну, пошли сходим, мы знаем, там знакомые, там, хотят там закрыть центр, уехать в Москву, там, короче, вопросы там у них есть, или продать его, короче, пошли сходим, поговорим, мы сходили, поговорили, и за неделю, там, буквально, максимум за две, приняли решение, в общем, выкупили мы квадратный апельсин, тренинговый центр, он был там в 2004 году создан, я до сих пор там дружу с людьми, которые создали там, и в хороших отношениях, потом там и как тренеры работали, и приглашали там, и в общем, до сих пор в хороших отношениях, и они к нам на тренинги приходили, Светлана Сильванович, вот, создавала, она придумала программу первого по креативности, да, как и профиль был в центре чуть-чуть там другой, он тоже был про развитие, но больше такое, про креативность, про творчество, очень узкий сегмент, для Беларуси очень узкий, и одна из причин, то есть он немножко был под израсходом, тем более, это в каком, 2004 году было, вот, а в 2005 году, вот мы пришли, выкупили буквально за неделю, за две, и я еще, будучи на распределении, занялся уже центром, то есть, да, как я начал работать, приглашать там, смотреть кого, договариваться, сотрудничать с международными центрами, сам там что-то начал делать, это, конечно, это очень жесткий опыт, когда вот так вот, ты берешь себя за шкирки, посреди озера, бросаешь там, хочешь плыть, плыви, но логика у меня была такая, первая у меня была логика такая, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом всю жизнь жалеть, что ты, ну, не рискнул там, да, как, тем более, в 24-23 года, не помню, сколько у меня тогда было, это не слово, но это проще, чем когда у тебя есть обязательства, семья, там, дети, тогда проще рискнуть, попробовать, получится, не получится, для меня это был такой риск. Второй момент, который я себе сдал, хочу или нет, и вот то, что я уже говорил, о том, что я для себя решил, что мне интереснее с людьми, да, как, что, что люди, в общем-то, они прикольнее, то есть, да, как вот, я для себя вот так решил, там, да, по каким-то там причинам, раз, а второй момент, я понял, что где-то отчасти, вот это мое решение, там, в айтишку, и тот опыт, который у меня был, он был про то, что, как бы, про то, что убежать там от людей, я решил там пойти вот в эту, тем более, возможность такая появилась, я думаю, ну, полезно будет людям, прикольно мне опыт получить, там, да, как надо делать, я вот переключился, и, в общем-то, вот, с 2005 года, я занимаюсь тренинговым центром, параллельно, я уже получил психологическое второе образование, фундаментальное, да, да, ну, как переподготовка на базе высшего академии, после дипломного образования, пригодилось, ну, конечно, то есть, академические знания, они тоже нужны, безусловно, то есть, да, как, но, плохо, когда что-то одно, сорвано от второго, то есть, когда у человека чистое академическое образование, а он там практики не шарит, но это, это, это очень плохо, то есть, ну, на мой взгляд, наоборот, академическое знание, они тоже нужны, чтобы структурировать, да, как по полочкам расставлять, и это должен быть такой баланс, для меня это про такой баланс, поэтому... А у нас учился? Да, я учился у нас, но я говорю про классическое образование, которое дает корочку, потому что, на самом деле, я каждый год там повышаю квалификацию, там, господи, в стажировки всякие езжу, там, обменный опыт, прохожу какие-то платные курсы, обучение, тренерский и так далее, то есть, это просто требование специальности, хочешь быть актуальным, это, наверное, как сейчас в IT-шке, хочешь быть актуальным учительством, да, как-то... у нас, как бы, сертификаты получать далеко не обязательно, ты можешь просто почитать в интернете, я тоже, я тоже далеко не везде, там, это сертифицирую, ну, это не везде про бумажки, да, это по поводу того, чтобы прокачиваться, то есть, развиваться, там, получать опыт, меняться опытом, да, поэтому, я больше ориентируюсь на такую практику, для меня это важнее, то есть, когда там практически вещи, но академическая часть тоже важна. В 23 года купить компанию звучит как-то очень необычно, откуда в 23 года бабки, либо там небольшие деньги нужны были, или вообще... Там были, во-первых, там были не очень большие деньги. А зачем ее покупать, почему не сделать свое? Да, потому что, вот это, это хороший вопрос сейчас, в 20-м году, в 2004 году важно понимать реалии белорусские, чтобы зарегистрировать компанию, в 2004-2005 году, ты должен был создать уставной фонд не менее там нескольких тысяч долларов, ты должен был иметь уже договор на аренду, для того, чтобы просто горосполком прийти зарегистрировать. Арендах площадей был мизер по Минску, это понастроили бизнес-центры, тогда это отдельная проблема была. Есть фейковый адрес, нельзя было там купить. Это очень проблем много, это прям такой, прямой текст, я скажу, геморрой, то есть, поэтому было проще купить организацию, которая имеет уже адрес, которая уже имеет договора, райенда, которая как-то вот обустроена, но и, и да, это были не очень большие деньги, это, ну, это не было там, я не могу там наговорить цифры, потому что это не только там мое решение. 500 тысяч миллионов, не, 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 но и, как бы, как я уже говорил, то есть, я с третьего курса работал, какие-то денег, не очень больших там я заработал, но и, если уже там про это говорить, это какой-то, иногда, иногда мистика какая-то работает, но мистика в данном случае была какая-то вот такая, что, ну, не очень, наверное, там такое приятное, у меня там умерла там бабушка там, да, как у нее остался там дом там, и у моего отца там, ну, и брат, который, это в Украине там его брат там, где бабушка жила, и, короче, какие-то деньги в качестве компенсации наследства, они передали там моему отцу, и, короче, как-то вот это все сложилось, что, как бы, отец, и, в общем, когда вот это предложение было, я пришел к родителям, говорю, вот есть такое предложение, я, честно говоря, думал, что они мне скажут, да ну там брось, ты айтишник такой перспективный, там, это, работай, отец там, да, как, а они мне сказали, слушай, если ты хочешь, мы тебя поддержим, вот денег тебе там, вот, там есть, вот такая сумма там, ну дадим, там вернешь потом, когда это, это не, ну не гигантская там сумма была, там, тем не менее, то есть, как он, если бы чисто за свои, да, как мне даже то, что я заработал на тот момент, не хватило бы, они мне дали там какую-то вот эту сумму денег, не очень большую, которая мне помогла тогда выкупить, вот, часть доли, вторую часть у меня была партнер, потом там тоже свои истории были, там у меня один раз менялся, партнер, а потом я уже сам бы купил там тоже часть. И еще вопросик, ты упомянул, что налаживал отношения с другими центрами, вот, мне немножко непонятно, для чего это нужно. потому что вот у нас в центре логика работы в квадратном апельсине такая, что я очень за то, что был обмен опытом, поэтому к нам, даже зайти на наш сайт посмотреть, у нас там больше половины тренеров, это Россия и Украина, да, так как сейчас... Недалеко? Нет, они приезжают, то есть мы приглашаем, то есть тренеров, которые в других городах, с которыми есть определенные общие связи, они тоже обучались по общим программам, сами в Питере, там первое вот обучение, которое получал, это на основе адельянской психологии, когда-то привезли тренинги Билла Ридлера, там, в Россию сначала, потом они распространялись, вот я там тоже обучался, и, собственно, была сетка такая, центров по СНГ, там часть из них сейчас работает, кто-то поменялся, очень много времени прошло, кто-то перестроился, но до сих пор там достаточно много тренеров, которых мы приглашаем, для того, чтобы был обмен опытом, сами там ездим, когда получают сейчас, вот прямо сейчас коронавирус, мы и не приглашаем, особо не ездим, то есть, да, как и так, ну, да, поэтому это важно, да, как не, потому что, на самом деле, с чем я и сталкивался за это время, наблюдая, что иногда люди просто заканчивали институты, нигде практически не учились, и, но были какие-то амбиции, то есть, да, какое-то, они что-то создавали, делали, к сожалению, не всегда это экологично там было, и иногда это за счет ошибок на клиентах, хотя живые люди, то есть, да, поэтому тут надо бережно, мне важно было привнести, как в Беларусь, на тот момент, как даже я такой миссией себе ставил, привнести качественные возможности для беларусов, для развития, да, как, и поэтому, вот, да, вот так как-то, и еще скажи кратенько, основное направление своей работы, да, ты спрашиваешь меня как центр, или как меня лично, меня, тебя лично, меня лично, да, ну, вот, сам лично, ну, и, соответственно, как я говорил, я там тренером, там, сначала тренером учился, вел тренинги психологические, я на сегодняшний момент, я работаю с бизнесом, то есть я провожу корпоративное обучение, бизнес-тренинги, но в узком сегменте, я работаю то, что связано все-таки так или иначе с психологией, но имеет практическое применение, сейчас это называют со-скиллс, да, как, вот это знакомое слово, со-скиллами, то есть, да, как я активно работаю, с эмоциональным интеллектом, с коммуникативными навыками, со стрессоустойчивостью, с управленческими навыками, именно в контексте коммуникации, да, с лидерством, с командными вещами, то есть, причем это не про два прихлопа-три притопа, там, да, какая-то про нереальные вещи психологические, которые стоят за командами, за лидерством. Скажем, какой-нибудь там Оскар Хардман, который бизнес-тренер, и ты, это разные люди с разными подходами. Но я про него ничего не знаю, не могу как-то откомиссировать. Бизнес-тренер, это то, чем ты занимаешься, или все-таки это больше? Это часть, там, моей, там, работы, вторая часть, я веду какие-то личностные программы, они больше, люди сами, когда приходят для развития, это больше то, что называется неформальное образование для взрослых, да, как это по кодексу образования, это называется у нас в Беларуси дополнительное образование, но там темы какие? Опять же, это может быть про уверенность в себе, прям без какого-то пафса, это про реальные работающие вещи, то есть, так как это про личностное развитие, там, это про есть вещи, которые меньше, но и работы про взаимоотношения, да, вот в таком групповом обучающем формате. Третья часть, я индивидуально с людьми тоже работаю, консультирую, ну, причем я никогда на это акцент особого не делал, ну, люди на консультирование ко мне на данный момент приходят, сами записываются, мне иногда просто приходится им отказывать, потому что просто тупо нету времени и некогда мне работать, но работает сарафанное радио, то есть, те, кто когда-то консультировался, рекомендуют, потом приходят и так далее, и вот по индивидуальной работе у меня есть клиенты, достаточно много небелорусов, которые где-нибудь там в Штатах, в Израиле, в Европе, но это русскоговорящее, хотя у меня был опыт и работы с нерусскоговорящими клиентами. Есть какие-то темы, за которые бы ты ни брался? Есть какие-то проблемы, с которыми к тебе все точно не надо? Да, ко мне могут переходить, я их просто прямо говорю, я вообще не держусь за то, что если человек переходит, я понимаю, что ему не могу быть полезен, я ему прямо об этом говорю. Я точно людям говорю, что я не работаю по темам, связанным с детьми, почему не работаю, потому что для меня это очень такая тема, которая для меня существенно важна, я прямо не готов с этой темой работать по одной простой причине, потому что меня это очень дети трогают, я могу потерять нейтральность. А ты как психолог должен всегда нейтралитет держать? Мне нужно как собой управлять, безусловно, потому что это важно. Психолог может провоцировать, но он должен четко понимать, зачем, когда, что он делает. Психолог может поддерживать, соответственно, точно понимать. Вот по детям я, ну как прям, если я понимаю, что там что-то не так делают, я могу, к сожалению, то есть я не могу за себя ручаться, что я не скажу родителю, да вы там мудак, там нельзя так с детьми обращаться. Вот поэтому я за эту тему даже не берусь. У меня есть прекрасные коллеги, которым я рекомендую пойти по этим темам, которые прекрасно с детьми работают, с родителями. Поэтому какое-то время я не работал с отношениями, пока сам там не женился, не получил личный опыт семейной жизни. И теперь уже, ну это буквально там, может быть, лет пять я там берусь и работаю. То есть берусь и работаю с темой там отношений, но там, да, если сравнить на фоне 15 лет и 5 лет, это не очень много. Вот. И да, как, ну работаю. Я не работаю с зависимостями, да, потому что это нужна специализированная тоже работа. У меня есть коллеги, которым я рекомендую. Вот. Если у меня есть подозрение, что у человека есть со здоровьем сложности, я его однозначно рекомендую ему сходить там, ну, к врачам, например, как минимум сдать анализы, проверить на гормоны, на определенное содержание вещества. Если у меня есть подозрение, что его там, он приходит ко мне и говорит, вот у меня как-то вот состояние такое депрессивное, мне все плохо, там грустно, еще что-то. Я, говорю, условную там историю рассказываю, они бывают разные. Я, у меня есть подозрение, вот для чего, опять же, академическое там образование нужно, как минимум для понимания, где вот, где ты можешь, а где лучше там, да, то есть есть, иногда я людям отправляю к психиатрам проверенным и говорю, сходите, пожалуйста, психиатр, это не психолог, в чем разница, психиатр это медик, в первую очередь. Ну, раз ты уже затронул, давай, психиатр, психотерапевт и психолог, в чем разница? Вот, есть вот тут две картины, две картины, одна она такая, с точки зрения законодательства и государства, а вторая такая, бытовая, да, как, вот, расскажу про обе картины, с точки зрения государства, то есть, да, как психиатр и психотерапевт, это врачи, психолог, это не врач, разные врачи, то есть, ну, оба врачи, то есть, психиатр работает с отклонениями психотерапевт работает не с отклонениями то есть он работает ситуативными какими-то жалобами расстройствами ситуациями да когда это уже выходит ситуацию отклонений и нужна медикаментозная помощь психотерапевт с точки зрения государства он тоже может назначать там лекарства пока выглядит что психиатр тоже психолог к нему приходит ну что то тени устраивает или что-то эта психиатр работает тоже 1 5 так вот психотерапевт врач психолог него не врач чудога運 цина наименований психолог работает со здоровыми surreal я понял да психотерапевт работать со здоровыми у которых возникла сложность уже которую нужно лечить медикаментозный инструментурcup или но чаще до медикаментозная чаще всего медикаментозного уже Психиатр работает с отклонениями, когда уже нужно лечить, ну прям серьезно лечить, когда даже беззвучение могут быть сложно. Это я очень по-простому. Если мы говорим в бытовом понимании, и как психологи трактуют, психологи трактуют так, что психолог и психотерапевт это не врачи, а психиатр это уже врач. Я говорю про русскоязычную терминологию, потому что в Штатах это будет по-другому. То есть психолог и психотерапевт, почему часто можно услышать гештальтерапевт, когнитивный терапевт, еще какой-то, это терапевты, психологи, они не врачи, но они терапевты. И вот в таком психологическом понимании психолог он консультирует, он оказывает по запросу, то есть как помощь по запросу, а терапевт он работает долгосрочно, он работает с личностью по, условно можно сказать, по такой коррекции по запросу, по такой длительной работе, которая помогает человеку перестроиться. Но ведь есть психологи, с которыми люди общаются там по полжизни, или это уже психотерапевты? Ну вот условно можно считать, что это психотерапевт. Если говорить про обычных людей, то там вообще каша, особенно если говорить про динамику развития, то в 2005 году для людей вообще понимания не было, где границы. Психолог, психотерапевт, психиатр. Говоришь психолог, у него сразу глаза на лоб лезли, что он больной, его в больничку лечить будут и диагнозом. У меня логичный вопрос, а зачем дойти к психологу, если можно сразу к психотерапевту? Человеку с лычкой психотерапевт. Ну, чтобы больше разобраться, понятно? Ну, сейчас я попробую как-то ответить. Какой бы там пример взять. Окей, там, да, как... Вот есть, например, сайт, там, да, как постараюсь загадать, да, как, да, на сайте нужно перекрутить, там, ну, просто что-то обновилось, нужно поменять пару фич, там, да, может, CSS, там, что-то подправить, там, да, как... Для этого, для этого, ну, программист, скорее всего, не нужен, там, да. Ну, окей. А если взять еще программист, который писал CMS-ку для сайта, он точно там не нужен. Ну, окей, хорошо. То есть, да, как... То есть, вот, какого уровня, там, глубина нужна, да, как... И кто что может делать? То есть, это разные вещи. Окей. Чуть-чуть более понятно, но, чтобы совсем разъяснить, вот, прям на конкретном примере, с какой проблемой можно идти к психологу, а с какой проблемой нужно идти к психотерапевту. Не всегда человек сам сможет это определить, там, да, поэтому... То есть, сначала к психологу, а он уже определит. Ну, я могу там... Тут очень много, там, оттенков, тут точно так же мы не можем сказать, вот это абсолютно, там, белое, это абсолютно черное, да, есть... Про медужуточные грани. Я вот почему немножко это... Я пытаюсь упростить, чтобы было максимально понятно, да, но все равно есть грани. То есть, это важно понимать. Есть много оттенков, там, да, как... И тот же психолог, то есть, если говорить про, вот, опять же, де-юро, он психолог, он может оказывать терапевтическую, с точки зрения психологии, поддержку более длительную. Для этого какая-то корочка нужна, чтобы ты считался психотерапевтом. Вот важно тут понимать, что в прошлом году, там, да, у нас 2011 года было лицензирование психологической помощи, потом его в прошлом году отменили, да, как... Поэтому вот это поле законодательное в Беларуси, оно менялось, причем радикально менялось, да, как... И я не думаю, что прям в это стоит глубоко вникать. Важно понимать, де-юро раньше нужно было лицензироваться, то есть до 11 года не надо было, потом ввели, резко стало надо, потом отменили, то есть не надо делать, да, как... Вот. И вот в плане терминологии еще я еще наброшу, там еще появилось за это время такое понятие, как коуч, там, да, как, да, то есть есть коуч, есть психолог, есть психотерапевт, есть психиатр, там, да, как... Это вот еще такая упрощенная модель, потому что там появилось еще всякие много разных подвидов, там, да. А психотерапевт сидит в больнице? Ему нужно медицинское образование? С точки зрения государства психотерапевт только тот, кто сидит в поликлинике, в больнице с медицинским образованием. С точки зрения практики психологической я могу быть психологом де-юро, но я могу оказывать терапевтическую поддержку, да, я могу быть психоаналитиком, это вид там терапии, я могу когнитивно-поведенческой терапией владеть, телесной терапией, арт-терапией, то есть, да, это вот оно так и называется, направление, это направление психологии, да, как... Ну, вот это называется терапией, да, но для государства это не считается терапией, государство не считает это терапией, да, как психологи считают. хорошо поэтому вот тут важно вот это всегда контекст поэтому по большому счету если например у тебя или у кого-то возникли сложности то есть имеет смысл прийти к психологу так как качественный хороший психолог он будет задавать вопросы чтобы понимать есть какие-то подозрения на то что надо идти к психиатру или к врачу там на как и вот про что я про себя говорю если я вижу такие вопросы я людей туда отправляю я говорю послушайте пожалуйста сходите проконсультируйтесь иногда подсказываю кому-то иногда они там говорю пожалуйста сами это мне не важно кому ну сходите к врачу чтобы понимать нету ли у вас какой-то органических заменений постоянных либо временных связаны с какой-то ситуации человек например попал в аварию ну вот вот ехала машине в него врезались была у меня одна история приходит мне нужно психологическая помощь да как у него два компонента могут быть ему нужна психологическая помощь у нее состояние психологического стресса там да как и у нее травматичный синдром может быть посттравматичный дага но при этом у него могут быть и органические сложности штука но короче с физиологией сложности там да как не дай бог тут вот футом да как у него какое-то микро кровоизлияние влияние произошло, еще что-то и так далее. И вот с этим вот важно. То есть и то же самое зависимости. Почему с зависимостями? С зависимости важно понимать, там уже изменения на уровне органики могут происходить. Там есть очень большая психологическая составляющая, но ее тоже важно понимать. Сразу брошу тебе тогда, что по поводу ответственности? Психиатр несет ответственность за назначенное лечение, скорее всего. Психотерапевт и психолог несет ответственность на уровне именно психологического понимания. Нет, на уровне материального понимания. То есть могут ли тебя как психолога привлечь за то, что ты что-то не так сделал с личностью или как психотерапевта? Ну вот тут мы можем уходить в юридическую плоскость. Важно понимать, что юридическая плоскость в нашей стране, на мой взгляд, я не могу опять же говорить за всех, она достаточно слабо проработана. Конечно, есть законодательство, есть, опять же, и в Минздраве есть определенные там постановления, и да вообще-то как бы даже закон о защищении прав потребителей тут может работать, потому что в данном случае, обращаясь к психологу, ну как бы государство защищает там того, кто обращается за услугами, в том числе и за психологическими. Я сейчас поясню немножко подробно, можно ли расценивать помощь психолога как помощь лечебную, как лечебная практика? В том-то и дело, то есть вот тут это прям вообще, это прям отдельная такая большая тема, и это вот с этим сложно, сложно провести, ну вот можно провести одну грань, выписывать таблетки, не выписывать таблетки, лекарства там, но прям четко. Вот если четко выписываются таблетки, но это как один какой-то такой критерий, тогда как вот это психолог точно не может делать. Понятно. Да как однозначно, то есть если нужна лекарственная поддержка, то есть будь добр, иди к врачу, а врач он может называться, у него может висеть табличка на двери, психотерапевт, но у него есть медицинское образование, он может быть психиатр, у него соответственно тоже есть более чем медицинское образование, но только хорошо бы еще понимать, чтобы тебя не залечили таблетками, в Штатах с этим есть проблема, что прям проще назначить таблетки. Вот этот синдром гиперактивности, есть вещества, которые притормаживают. Что это плохо? Большая активность? Что это за синдром такой? Гиперактивность у детей, но это у родителей вынос мозга, в школе вынос мозга, то есть ребенок не может... А, это у детей, да? У взрослых не бывает такого? Иногда бывает у взрослых, но обычно дети перерастают. Это не называется там шило в заднице? Ну, в общем, слабоуправляемые, то есть, да, как с такой... И таких много сейчас, да, скорость жизни поменялась, там поменялась, и иногда их залечивают там лекарствами, и это не очень хорошо, потому что, ну, как бы, это прямо отдельная история. Не всегда имеет смысл залечивать. И вот тут тоже не перестараться, потому что можно так нормально там тоже завалиться в эту крайность. Хороший психиатр, психотерапевт, именно как врач, он будет делать комплексную терапию, он будет понимать, где нужны лекарства, а где нужна психологическая поддержка, такая длительная. Окей. Я думаю, достаточно про психолог, психотерапевт, психиатр. Короче, про психологов. Несет ли психолог ответственность? Безусловно, он несет ответственность. Это больше на моральном уровне ты должен давать, а что ты делаешь? Условно, то есть есть какие-то этические кодексы психолога, есть безусловно какие-то ситуации, которые могут выходить уже с последствиями. И к психологу могут прийти, сказать, слушай, вот у человека может пожаловаться, то есть, как может пожаловаться, например, если это семейные конфликты, супруг или супруга, то, что иногда этим заупотребляют сильно, что вот это психолог настроил против меня. Я не знаю, я не изучал прецедент на эту тему. Это говоришь, как кодекс, это что-то формализированное? Там единого кодекса нету, обычно он есть в сообществах, и, наверное, можно найти общие такие вещи, которые будут придерживаться сами психологи. И это стоит, вот эту вещь стоит прояснять, стоит прояснять, переходя к психологу, особенно если у вас там, ну, пока нет к нему там доверия, стоит прояснять, да какими нормами, моралью, там, да, этическими нормами он будет придерживаться. Потому что, к сожалению, есть такая штука, что, и она просто связана с тем, что у нас психологом практическим, как профессии, не очень много лет, потому что в Советском Союзе, как это, психологии не было. Ну, как и религии, понятно. Да, понятно, что были академические психологи, которые как науку исследовали, научная работа шла, я не про это, я говорю про практическую часть, да, и, ну, если взять там 90-е, начало там 2000-х, ну, 20-30 лет, это очень мало для профессии, именно практическое становление. У нас очень, не очень сформированы профессиональные сообщества, есть узкие, на сегодняшний момент, в 2004-м году там почти никого не было, есть сильное сообщество, но, опять же, это динамика, это развитие сферы. Сейчас, на сегодняшний момент, психология стала достаточно востребованной и даже модной, не побоюсь этого слова. В 2005-м году этого боялись, пугались, и я считаю, что это большой прогресс, то, что это стало модным, но у этого есть последствия. Последствия каковы? Это стало модным, многие люди решили, что на этом можно срубить, там, а что я тут, я на кухне умею разговаривать, а тут поговорю. Схожу в институт, получу горочку. Сейчас, к сожалению, есть некоторый кризис, не хочу просто там как-то плохо отзываться. У меня был опыт, я три года принимал госэкзамен у психолога в пединституте, и первый раз, когда я принимал, я был очень расстроен. Я был, это мягко я говорю. А можешь туда привести каких-нибудь экспресс-тест, как определить, что психолог, ну, хотя бы не фуфлор? Или это никак не понять? Вот сходу там, да, как, но стоит у него узнать, про какую, какой этикой, моралью он, да, как пользуется, там, да, как. Ну, прям реально приходишь, спрашиваешь, слушай, а скажи, вот мы будем с тобой работать там, как, мне важно понимать, так как, что ты считаешь, окей там, в использовании, что не в общем. Зачем? Психолог же сохраняет нейтралитет, а зачем мне узнавать его моральные принципы? А кто сказал? Кто сказал, что реальный психолог? Это я, может, Вася Пронь, психолог, сохраняю нейтралитет. Нет, психолог не сохраняет нейтралитет. Еще раз, он должен сохранять, он должен, как бы, гипотетический психолог, он должен управлять ситуацию, он должен понимать, что, зачем, для чего он делает, да, как, и какие он способы использует. Психолог будет провоцировать, он может поддерживать, может фрустрировать, да, я могу, как сказать, я могу набросить, да, как приходит ко мне клиент, мы с ним уже работаем, в процессе работать, для того, чтобы помочь ему, мне, может быть, иногда важно, там, его немножко спровоцировать, но я должен, как психолог, отдавать себе отчет, что я не имею права его травмировать, где грань вот этого воздействия, и это как раз таки то, почему психологи хорошие, долго учатся, практикуются, и это не так просто, как поговорить на кухне. Определить, общаясь с человеком, где грань там, я ему скажу, слушай, а представь, что твой муж, там, тебе изменяет, будет для нее, для этого человека это травма, или это будет, ну, просто предположение, и он нормально, там, предположит эту картину, и с ней можно будет разбирать это, как... То есть определили правила на берегу, сразу узнали про моральность. Ну, хотя бы там, да, как это, но это, психолога это может говорить о том, что вы тревожный человек, но это нормально, там, да, как, это нормально быть тревожным, когда ты пришел, и ты не знаешь, кому ты доверяешь свою психику, это очень тонкий механизм, там, да, как, поэтому лучше перебдеть, чем не добдеть, там, да, как, спросить про вот эти вещи, потом, опять же, спросить, там, а могу ли я сказать, там, есть такое, там, сбито, но тем не менее, правила стоп, там, можно про это на стороне, психолог может отказать, ну, мол, если я, клиент может спросить, да, как, нормально ли, если я, там, вот, остановлю, а это может быть ненормально, ну, вот, смотри, ситуация такая, что рынок бурлит, там, если мы говорим про рынок, то есть много кто чего приходит, а из-за того, что было вот это лицензирование, по некоторым очень таким странным критериям, например, в трудовой три стажа, три года стажа должно было быть записано определенной формулировкой, это странный критерий, потому что до этого многие психологи вели частную практику, там, да, как работали, вдруг ввели в 2011 году лицензирование, соответственно, те, у кого была практика, кто-то, там, получил лицензию, у кого соответствие было, кто нет, там, пошел в детский садик на три года получать этот стаж, там, да, вплоть до того, там, да, как кто-то остался работать дома, кто-то назывался коучем, там, да, и так далее, то есть это все вот заморозило вот эту ситуацию становления, рынка становления услуг, ну, окей, у всех разного, смотри, и вот сейчас вот как бы, когда ты приходишь к человеку, который называет себя психолог, не факт, к сожалению, пока еще мы не доросли, да, вот не прошли эту стадию, не факт, что это будет вот прям грамотный психолог, я немножко не об этом, я к тому, что, если я в процессе приема, например, я пришел на прием, если я вижу, что мне некомфортно общаться на эту тему, и говорю, стоп, можно ли это в какой-то потенциальной ситуации со стороны психолога восприняться, как, ну, отторжение, и он просто продолжит дальше меня топить в эту тему? Гипотетически, может быть, то есть вопрос, как он тебя будет условно топить, он тебя спросит, Алексей, скажи, пожалуйста, то есть, ну, по какой причине ты не хочешь в нее идти, там, да, это больно, или это просто, как сейчас не самый актуальный запрос, там, да, как, это может быть окей, там, так как, а если он скажет, ну, ладно, ты не хочешь в эту тему идти, там, да, как, и возвращается к этой теме, причем еще с набросом, например, он тебе говорит, слушай, да, это все потому, что ты слабак, да, тряпка-то его зажигана, такое бывает? Я утрирую, дай бог, чтобы этого не было ни у кого и никогда, там, да, как, понятно, тебе стало ясно. Бывают люди, которые жестко работают, да, как, и некоторые из них себя до сих пор, там, считают психологами, может быть, меня за это, там, будут топить, там, как ты, да, говоришь, потому что, ну, прям вот есть люди, которые считают, что окей там работать, я, например, считаю, что работать нужно экологично. Хорошо, установили моральные принципы, про стоп, слово, стоп, слово. например, правила, прояснили, правила, прояснили, да, как определили, каковы эти правила на берегу, да, как определили, насколько, вот есть у человека свои какие-то беспокоящие вопросы, там, определили их там на берегу, да, я один раз на госэкзамене, на госэкзамене, на минуточку спросил у одного там человека, который сдавал госэкзамен, у него вопрос был просто примерно про особенности консультирования, я спросил, послушай, ну, вот ты придешь там на, как бы будешь работать психологом, придет тебе человек и скажет, что вот у меня есть проблема с тем, что, как бы я на работе, ну, как-то не чувствую, что меня ценят и уважают, не могу продвинуться, совершенно вот про какой-то карьерный вопрос, спросит, как, и в процессе как-то прояснится вдруг там, что он нетрадиционной ориентации, да, как, ну, вот как-то он скажет там, да, как в процессе косвенно, да, как это проедется, что ты будешь делать, ну, вот я просто вот такой кейс условный там, говорю, что будешь делать, ну, у тебя билет там, про консультирование там, да, как, у меня был шок, потому что, ну, вот человек, который сдавал экзамен, он сказал о том, что я, как бы, вызову милицию, да, сказал я потерял речи честно говоря но это вот такой а что он должен был ответить типа я откажусь либо я за мной потом откажу как ты думаешь что он должен был ответить вот ну как-то корректно выйти за то что если бы то совсем плетит его мировоззрением то как-то корректно свинтить потом тут есть два две части 1 то есть по-хорошему если это не тема запроса я говорю про психолога терапевт может глубже идти там на как если это не тема запроса то психолог в общем-то и не по не не должен туда лезть так как и вот и вот это вот тогда вопрос про ганист который не спрашивал там да как четкое понимание психологом с чем он с кем он работает я могу ok работать по этим темам да как но понимать что вот с определенными там типами людей там которые мне будут почему-то меня лично цеплять я например не готов работать или ну мне нужна супервизия чтобы качественно работать с этим так как поэтому вот здесь вот да как психолога четко нужно понимать если он состояние совершенно нормально понимать что он работает по другому запросу он по нему работает его это не касается тогда как если же его это по какой-то личной причине сильно цепляет он не может работать да ну кай корректно имеет смысл прекратить работу корректно вопрос сразу мне возник ты решили вызвать милицию вот как-то тайна есть ли у вас такая штука как психологическая тайна есть это одно из основных правил про конфиденциальность и она может нарушаться и это требование законодательства если сообщается о например там об убийстве и либо об угрозе реально угрозе насилием да как угрозе там ну например там клиента во время консультирования говорит я да я ее вообще убью там да причем это не и он не просто не эмоционально он не эмоционирует там да как а у психолога есть там ощущение что это прям план да как действий но это касается и на физического ущерба так на государственном причем да а если клиент говорит на физическом педофил что ему не хочется это очень делать но у нее есть мысли ты как психолог обязан сообщить соответствующие инстанции либо ты тоже там корректно свинчиваешь либо работа с человеком тонкий вопрос помараешь как фид педофил это же насилие ну но человек не говори что он этим занимался но говорит что у него есть проблема что вот ему допустим это нравится если ему это нравится это не но не статья то есть так как это что ему нравится это не ты не можешь то есть это как конфиденциальность за как а ты такому человеку можешь отказать это просто чтобы понимать грани дозволенного общения с психологом педофиле это конечно плохой пример но разные вещи бывают там котят убиваю это же никак не скоррелирует там с угрозой человеку но это это тоже да это проносить этого но я считаю что честнее там если ты понимаешь что это с твоими ценностями туда как никому никак и ты не можешь там сохранять уважение клиенту с ним работать да как что честнее в очень корректной форме там перекратить с ним работу да и это но и это это действительно такая больная тема потому что даже отказ в работе он может быть воспринят как как личностная клиентам да как он может быть воспринято как личность на его они личностное твое то есть я на то что проблема что проблема в нем так по факту проблема в нем нет проблема не в нем проблема в тебе в твоем восприятии проблемы да 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 как но проблема или там зона мы мы все не идеальные то есть поэтому нас есть зоны в которой у нас есть там проработанность а есть зона в которой там ну как бы очень аккуратно скажи И еще, пожалуйста, есть ли какая-то опасность в том, чтобы идти вообще к непроверенному психологу? То есть нужно ли пробивать психолога? Скажем, если я попаду на прием к твоему студенту, который ответил вот такую вот херню про милицию, это для меня может кончиться плохо? Ну, это может кончиться ретравматизацией. То есть есть такое понятие ретравматизации. Когда, ну вот, допустим, я тут больше не про индивидуальную работу скажу, а про групповую. Вот когда-то россияне приезжали к нам в страну, и там просто особенность такая, у них чуть-чуть другой металлитет. Чуть-чуть все-таки есть отличие. Они более агрессивные техники используют чаще. Не про все, не тотально. Но с Россией в основном, с Россией приезжали с жесткими тренингами из разряда. Вот у человека сложности выступать публично. Ему говорили, чувак, у тебя сложности с публичными выступлениями, вот тебе задание, ты должен выйти на Октябрьскую площадь, например, раздеться до торса, например, и спеть там во всеуслышание песню там какую-нибудь в опале березка стояло. Да, такой, это прям, ну это выход из зоны комфорта, но это выход, я называю это выход в зону смерти. То есть, да, вот есть зона комфорта, где человек комфортный, да, и он там, может быть, закуксился. Зона комфорта – это вообще не про комфорт. То есть, есть вот много стебов из разряда, там, космонавт в космосе летает, да, и там подпись, там, в фейсбуке, там, и я достаточно вышел из зоны комфорта. Это не про это, зона комфорта – это про то, что человеку привычно. То есть, для космонавта космос вполне себе может быть. То есть, смотри, это мозгу комфорта, потому что для него привычно. Человек, например, живет с алкоголиком, ему плохо, он страдает, его бьют, но он продолжает с ним жить. Для него, ну это кощунство, назвать это зоной комфорта, но его мозгу в этом комфортно, ему предсказуем эта ситуация, он понимает, в какой момент ему там, что произойдет. Мозгу привычно. Вот это вот, это вот, то, что назвал Выгодский зоной комфорта, в таком очень простом варианте. Надеюсь, что никто не перевернется где-то. Потом есть зона развития, да, как зона развития, она не очень широкая, там может быть. А в тех, где есть травмы, она вообще очень маленькая. А после зоны развития идет зона ретравматизации, зона травмы или зона смерти, я называю. То есть, и смысл такой, когда ты человеку предлагаешь какое-то воздействие, взаимодействие с ним, так или иначе мы друг на друга воздействуем. Если ты вот берешь его так радикально, там, да, как, ну хоп, а вот настолько выйди, да, как. Он вместо того, чтобы развивающего опыта, вместо того, чтобы расширить свою, там, гибкость, да, к представлению, он попадает в свою вот эту мегатравму, еще больше травматизируется, возвращается обратно в эту зону, еще больше там закуксивается, да. Поэтому, то есть, если вот с этим там будет не экологично, то есть, почему я очень топчу за экологичность? Вот человек может получить обратный эффект, да, как. Он может потом травматизироваться, там, и еще больше зажаться в этом. Поэтому вот жесткими вещами нужно. При этом есть люди, которым нормально, которые говорят, окей, там, да, я выйду на площадь, танцую, о, какой классный прорыв получил, супер. Тут очень четко нужно соизмерять усилия с человеком. Ну, а еще набросим немножко. Давай. Мы уже раскачевались. Почему психология – это наука? Можешь это показать? Ты технарь. У тебя техническое образование, технические родители. Строго говоря, далеко, то есть, есть критерии научности. Не помню, у меня плохо с фамилиями. Я вот даже с философом у нас был такой, там, в прошлом, позапрошлом году, такой небольшой у нас кружок. Госпожа Кисель, случайно. Да, философ, а не Кисель фамилия была? Нет, мы собирались, обсуждали эту тему, то есть, про научность, так как, и строго говоря, то есть, есть научные, критерии научности, там, да, как психология, и ко многим гуманитарным наукам, они не могут быть, там, однозначно один в один применены. Да, как, поэтому, если говорить, исходя из строгого определения научности, можно, конечно, сказать, что психология не наука. Но, но, опять же, точно так же это можно соотнести к большому количеству гуманитарных наук, да, которые называются науками. И для меня тут вопрос, как бы, в том, а зачем, ну, в чем вообще вопрос там? Как бы, если мы повесим ярлычок научно, то есть, да, как... Я объясню, в чем? То это будет работать или не будет работать, да, как... Сейчас, подожди, дай уже, дай это, догоню. То есть, да, как... Или вот есть фишка, которая работает, да, как вот она работает, почему бы ей не пользоваться, даже если на ней не стоит ярлычок научный? Доказуемость. Доказуемость эксперимента, доказуемость знаний. Вот, вот, вот смотри. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Вот смотри. Типа, наверное, в физике есть форму, ты все знаешь. Основная сложность, почему психология, вот с доказуемостью там, да, как верификацией, доказуемость там еще, блин, все, не помню, ну, давно уже это сложно, потому что человек, это очень сложная система. Ну, как ты можешь тогда утверждать, что твои методы работают? Я даже не буду это утверждать. Вообще-то, и... То есть, тут нужно отойти от концепции стопроцентной гарантии, правильно? Здесь не может быть... Здесь не может быть гарантии. И это нормально. Приходит ко мне человек, да, как... Я ему сразу говорю, послушай, как бы, я, скорее всего, ну, там, могу быть тебе полезен, я считаю, что я могу быть тебе полезен. Тут есть несколько нюансов. Первое, если ты не будешь прилагать усилия, то есть я тебе не буду полезен. И тут обычно я говорю цитата такая... Индийская, по-моему. Лошадь можно привезти к водопою, но нельзя заставить ее напиться. Так как... То есть, можно создать все условия, но если у человека не будет его воли и желания, смысла нету. Поэтому я говорю, если как бы тебя там кто-то там, да, как... Нет, так это везде так. Это и по математике репетитор все тоже самое скажет. Это про обучение в целом. То есть, это важно понять. Это про людей. То есть, да, как психология непосредственно работает с людьми, и поэтому это про людей. То есть, это первая часть, да, как... Вторая часть заключается в том, что я людям говорю о том, что... Слушай, я не претендую на роль гуру. Да, как психолог, это не гуру. Если психолог себя позиционирует как гуру, ну, стоит сильно подумать там, да, как об этом. То есть, моя задача, работая там индивидуально, не рассказать, как тебе жить. Моя задача быть зеркалом. То есть, показывать тебе какую-то обратную связь, там, да, как тебя могут видеть другие люди, что с ними происходит, да, как, в чём могут возникать сложности. Набрасывать тебе какие-то расширяющие твои вот эту... Выкатывающие предложения, которые твоя ответственность, твоя задача, попробовать их, да, как... Я людям прямо говорю, лучший психолог – это жизнь. Вы только проверив на себе, получите какой-то устойчивый результат. Если вы будете это делать. Поэтому третья задача, как психолога в консультировании, это не про терапию. Моя задача, как консультанта в психологии, предложить какие-то вместе с вами поисследовать. Может быть, даже предложить. Предложить. Не советы, предложить варианты, что ты можешь попробовать в своей жизни, чтобы это было промежуточными ступеньками, да. Например, человек говорит, я хочу там создать семью, там, да, как стремаюсь там от одного вида, там, когда на меня девушка посмотрела, всё, там, я всё, шугаюсь, там, да, как... То есть, а хочу там, чтобы у меня была семья, дети, и всё супер. Ну, там, опять же, условный пример беру, потому что, опять же, конфиденциальность, да, как... Вот, и как бы... То есть, вот тут семья, вот тут он, как бы, посмотрели на него, и ему уже плохо становится. Ну, как, ну, ему нужно простроить шаги, то есть, да, как нужно... Да, при этом нужно понимать, а почему его вот это ломает, там, да, какие за этим могут стоять травмы, чтобы он не травмировался, там, да, как... И, может быть, там нужна поддержка. То есть, это сложно, сложная система. Это очень интересно. То есть, как человеку помогать? Ну, я к чему всё это? Про что я говорю? Про то, что, как бы, гарантии нету. То есть, да, есть возможности, человек, ведя к психологу, то есть, платить деньги за возможности. За возможности получить обратную связь, за возможности получить какие-то вот эти предположения, там, назовём мы так, там, да, фантазии психолога, когда он говорит, слушай, а я думаю, что ты это делаешь, потому что вот ты таким образом соутверждаешься, да, как... Ну, например, там, да, как... Слушай, я просто так думаю, там, да, как тебе эта идея? Да, как ты на это смотришь, там, да, как... То есть, это не про диагнозы, которые тебе хопа поставили. Ну, психологи не могут утверждать, правильно? Хорошие психологи, они никогда не говорят, что это хорошо, это плохо. Понимаю, я могу сказать, это хорошо и плохо с моей точки зрения, но не с твоей, там, да, как... Возвращаясь теперь к моему вопросу, почему я его задал? Короче, это очень... Не наука. Но и про перекладные инструменты. Это очень холиварная тема. И про неё можно везде почитать, но твой ответ на... Тем интереснее, что ты был технарём. Да. Ну, и ты остаёшься где-то технарём. И нет ли у тебя ощущения нехватки вот этого вот чёткой, понятной системы? Есть формула, есть результат. Не было ли у тебя этого поначалу? Вот как я вначале там, знаешь, что говорил? Вот смотри, я говорил, я почему ушёл? Мне люди стали интереснее быть, чем технические системы. Потому что они гораздо сложнее. То есть, да. Мне интересно с каждым человеком проходить вот этот опыт соприкосновения с тем, а как это у него работает. Вот не с шаблоном там, да, как чувак, а, всё понятно, там, у меня уже таких 20 было, сейчас мы тебе хопа, наложим тебя в стандартный шаблон там, в прокрустово ложе уложим, там, обрежем ножки, потянем там что-нибудь. Нет, нет. Нет, каждый человек это интересно, там, это прям вообще, то есть, это вселенная там, да, как, и имея один, даже если они приходят по одной и той же теме, условно, там, стрессоустойчивость, например, там, вот у тебя толпа пришла, там, 50 айтишников одного возраста по одной теме, всё равно в каждом случае это будет своя уникальность. Ты можешь им, я могу им давать какие-то примерные, например, там, как поддерживающие, там, упражнения или, там, фишки, которые они могут покачать, там, да, как, но это, как бы, поддерживающая штука, чтобы они попробовали. Они будут пробовать, у них всё равно будут нюансы, у каждого свои, одному вот это пойдёт, не пойдёт, а один у этого испытывает этот стресс из-за того, что там на него смотрят, а второй испытывает стресс, потому что на него не смотрят и не обратили внимания, да, как, и это прям, это прям вообще супер, там, да, как это интересно, понимаешь, как, и это не прошаблоны, то есть, да, что мне помогает, на мой взгляд, есть какие-то законы, там, не знаю, мироздания, там, да, как вселенные, там, да, как социальные, биологические, которые выходят, там, да, и, как бы, есть некоторая логика, там, безусловно, то есть, у меня есть логика, но эта логика, это не про внешние шаблоны. Например, ну, например, вот есть такая штука, которую я практически часто использую с людьми, прямо говорю, называется вторичная выгода, то есть, так как, вот я считаю, что оно вот стопудово работает практически всегда, если человек что-то делает, да, как, хоть сто раз, тысячу раз он будет жаловаться, да, как, что это не устраивает, но он это делает какое-то продолжительное время, не разовое действие, да, как, вот, я считаю, что за этим всегда историчная выгода, то есть, это значит, что где-то, может быть, неосознанно, он, делая это, что-то получает, что для него важно, да, как, и вот это, например, некоторая, вот, это некоторая логика, то есть, да, и работать с человеком, он говорит, я хочу от этого избавиться, вот, вот тут у меня возникает чёткий вопрос, очень аккуратный, там, то, что человек, там, а ты от этого избавишься, у тебя появится пустое пятно внутри, чем ты его заполнишь, да, как, что будет на этом, там, а ещё, не дай бог, оно будет не удовлетворять вот ту вторичную выгоду, которую удовлетворяло вот то, да, как, тогда ты точно назад, к старому вернешься, у тебя не будет устойчивых изменений, которых ты хочешь, или которых ты думаешь, что ты хочешь, что ещё круче, да, как, поэтому первая часть, а это это проистиньте, какую вторичную выгоду человек хочет, на самом деле, ругаясь каждый день, там, с женой или с начальником, там, да, как, приходя домой, он говорит, да, ну, я уже устал, у меня вот уже здесь, там, да, как, и ты 7 лет ходишь, ругаешься с женой каждый день, там, да, как, не вешай мне лапшу на уши, там, у тебя в этом есть выгода какая-то, да, ну, она может быть очень индивидуальная, и только выяснив эту вторичную выгоду, можно аккуратненько сказать, а давай поищем способ, как её получать другим способом, не через ругань с женой, потому что это разрушает, это реально разрушает, а давай посмотрим, как тебя получают вот это другим способом, и тогда оно само отвалится, то есть ты тогда, тогда человек начинает плавно перестраивать свою жизнь, да, наполняя вот этой потребностью, которую он получал таким образом, разрушительным, да, как, и у него начинают происходить изменения. Давай мы переключимся дальше на тему, на следующую. Всё-таки мы про IT собрались поговорить. Хорошо. Я увлекаюсь, это правда, то есть я живу этим, дышу. Расскажи портрет айтишника, ты же с айтишниками много работаешь, правильно? Я достаточно много, я бы не скажу, что там столько с айтишниками, но я работаю с разными людьми, в том числе с айтишниками, индивидуально, на тренингах в том числе, и на корпоративных, на личностных приходят. Правда ли, что айтишник чем-то отличается от других, скажем так, классов, или как правильно назвать, не знаю? На сегодняшний момент я скажу скорее, что это неправда. На сегодня. То есть если это было 10 лет назад, то разница была бы существенная. То есть сфера настолько развилась, там столько разных узких применений, там узких ниш, и гораздо больше там людей работает, и профессий, и, собственно, и самих людей гораздо больше там стало. Поэтому, если когда-то это было, там, таких, даже сказать, там такие, я думаю, слово задрот не очень хорошее, такие интеллектуальные мозгосушильщики там были, которые этим задевались, да, как это давно-давно было, которые вообще не понимали, там, что-то, да, как, или что ты мозги сушишь там в этом компьютере. На сегодняшний момент там очень-очень много разных людей работает. И, опять же, разное. То есть если взять кодеров, там, тестировщиков, там, да, или, там, PM-ов, да, которые много руководящие работают, или сейлсов взять, которые вроде и в IT, там, да, как, я не говорю про HR-ов, которые там, то это будут совершенно разные портреты, опять же, людей, там, даже если их как-то обобщать статистически. Да, более того, по возрасту, там, сфера выросла, там, и в IT сейчас, там, ну, вот, мои сверстники, с кем мы учились, там, да, это, там, 37-40 лет работают, и молодежь, там, да, как разброс, там, растет. Поэтому я бы не говорил, что есть один портрет. Давай тогда сузим немножко. Наверное, нет. Сузим немножко. Есть особенности? У меня большинство зрителей – это программисты и тестировщики, в основном. Ну, есть и HR-ы, любят смотреть, чтобы потом вопросы задавать на собесах. Но IT-шники мои – это, в основном, программисты и тестировщики. Вот можешь ли ты их как-то в какую-то… Ну, я могу какие-то… Еще раз, я просто оговорку делаю, что это не факт, что это подсех покатит. Понятно, это субъективное мнение. Да, да. Просто многие мои друзья говорят, мы – люди, которые работаем головой. Слушай, ну, это, это, отчасти это, вернее, ну, это во многом правда. Ну, в смысле, головой не как дятл, там, так, а тем, что в голове внутри. Это выделяет как-то на фоне, там, вот IT-шник как клиент, он, когда к тебе приходит, ты можешь… Чаще всего, то есть, да, как клиенты, которые в IT-шке, они более рациональны, то есть, больше рационализируют. Больше нужно понимание логики, там, да, и сложнее с чувствами, да, как… Сложнее с чувствами, потому что, понятно, накладывает отпечаток. Профессиональная деформация в профессии, конечно, есть. То есть, когда ты, там, 8 часов, это еще такой лайтовый вариант, если некоторые гораздо больше, сидишь в компьютере, сидишь вот с монитором, там, да, с несколькими мониторами, сидишь с кодом, когда тебе нужно логические цепочки простраивать, если, там, и даже тестировщик, ты, там, ходишь по одному, там, опять же, тестировщик чего там разный, ты, там, смотришь, у тебя таски висят, ты по ним проходишься, и в одно и то же, там, экранчик прогоняешь кучу тестов, смотришь. Я не знаю, как сейчас тестировщики работают, там, да, как… Там мне недавно кто-то кейс набросил из разведа, там, как это было разговаривание. А представь, каково работать тестировщиком в игре. То есть, да, вот поставили тебя возле стеночки, там, в виртуале, там, да, и гонять полигон туда-сюда, но это стёб там, это стёб там, так как… Вот, это некоторый стёб. Много аналитической работы. То есть, из-за этого проблемы с чувственной составляющей? Из-за этого и происходит некоторая деформация. То, чем мы занимаемся, то нас прокачивает. Если мы прокачиваем мышцу одну, там, да, как туда больше идёт, ну, внимания, туда больше концентрации, что прокачиваем, то усиливается. Что не прокачиваем, то ослабевается. Ну, разве это плохо, уходить в рационализацию? Почему? И быть рациональным, раскладывая всё по полкам и размеренно жить. Смотри, вот ты хочешь диагноза, там, да, как… Нет, ну, нет, это неплохо. Иногда это неэффективно. Неэффективно. То есть, когда… В какие-то проблемы может выкатиться? Это может в коммуникационной, в первую очередь, проблема выкатиться. Это может быть выкатиться в вопросы, связанные с доверием, например, в близких отношениях. То есть, да, как… Когда там… И оно может по-разному причём вылиться. То есть, некоторые копят, 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 потому что не знают, как с этим обходиться, да, как… И какая-то ситуация возникает, их взрывает, да, и ноутбук летит в стенку, например. Прям. Прям вот, да. У меня был один клиент, который, да, как обратился ко мне, потому что ноутбук полетел в стенку. Реально, да, как… Вот. Это один вариант. Другой вариант, когда человек от этого дистанцируется, да, как… И он не понимает, а как это вот с ребёнком, со своим ребёнком поиграть там вот во что-то, да, как… Либо наоборот, он начинает перегружать вот этой эмоциональной частью. Он приходит домой и для компенсации там эмоционирует. И вот, например, я приводил пример там, да, когда каждый день с женой ругаешься. Это вот именно выливается в истерики какие-то. Может в это быть, потому что человека не хватает, он сидит вот в этом, в аналитике ровненько-ровненько, а ему не хватает, у него есть внутренняя потребность силу темперамента проживать вот это. Ну, бывает же, наверное, наоборот, когда человек там эмоционирует там в картины, уходит там в какие-то хобби, да? Безусловно. И вот умеет человек этим управлять или нет? Потому что есть способы, как это можно, куда эту энергию направить, в мирное русло там, да, как… Вот, и как… А если он не понимает с этим, если он такой… Я всегда считаю, что если человек закостенел в чем-то одном, да, у него не хватает гибкости. А не хватает гибкости, это где-то будет неэффективно. Это как-то связано с эмоциональным интеллектом? Вообще, что это такое? Ну, как-то связано. Я просто не знаю, что это такое, но вот даже у тебя брошюрку видел, эмоциональный интеллект, и тут слова эмоции. Что это вообще, и как это связано? Это ли наша проблема в большинстве случаев, айтишников? Что такое эмоциональный интеллект? Отлично, давай подчистаем, потому что три вопроса или четыре задал, я думаю, с какой стороны… То есть, прям на эту тему сейчас много хайпа, с другой стороны много набросов идет, там, типа, да нету такого вообще слова. Я поясню просто для зрителей, чтобы было понятнее, почему я задал вопрос, а не может показаться, будто бы я вообще выпрыгнул. У айтишников сейчас на хайпе soft skills, у айтишников на хайпе технические навыки, все знают, что это такое, и сейчас появляется эмоциональный интеллект. И ты как раз говоришь про то, что есть какая-то такая общая немножко картинка, что отсутствует какая-то эмоциональная составляющая, либо плохо развита. Вот как это связано? Может быть. Начнем с того, что такое эмоциональный интеллект. Да, поясняю, то есть, да, как вообще, вот с чем я сталкиваюсь сейчас в медийном пространстве, в социальном, в коммуникациях, в соцсетях, там, у людей, с одной стороны, эта тема эмоциональный интеллект лет пять, может, три, четыре, где-то, и уже там даже сбился, вылезла в такую хайповую, то про это стали говорить, в это стали использовать. С другой стороны, на эту тему сейчас такая обратность, это всегда бывает, сначала что-то расставит, потом откатывается немножко, стали, да, все это фигня, нету такого интеллекта, там, да, как... Ну, звучит очень хайпово, интеллект и эмоции, что это? Да, ну, вот рассказывайте, если вот так, по-простому, для понимания, это не про определение, для понимания, эмоциональный интеллект, это про что? То есть, у него есть четыре функции, то есть, ну, как вот мы можем определить понятие через то, про что он, так вот мы можем определить через вот эти четыре функции, чем он занимается вообще, про что это? То есть, вот две функции по горизонтали, две по вертикали, по горизонтали это диагностика управления, она вообще про технических системах, эти две функции всегда присутствуют, да, как и в IT-шля… Это имеется в виду самодиагностика, да? Я сейчас скажу про что. Диагностика управления. А теперь, что мы диагностируем, чем управляем? Первое – себя, свое эмоциональное состояние. А второе – других людей. Мы живем в обществе. Вот четыре функции. Диагностика себя. Про что это? Понимание вообще, что я сейчас чувствую, что со мной происходит в эмоциональном плане. Это базовая, самая базовая функция. Если я не понимаю, что со мной сейчас происходит в плане эмоций, я не могу собой управлять. Примерно как мне в навигаторе вбиваю точку, мне нужно приехать вот сюда. Вставил точку. Но если мой навигатор не определил, где я сейчас нахожусь, или я сам не задал начальную точку, он маршрут никогда не построит. И вот это первая точка, с чего начинается. Понять, где я нахожусь, что со мной сейчас происходит. На самом деле, уже с этим у многих людей есть сложности. У человека спрашивают, что ты сейчас чувствуешь? Говорят, да нормально, я себя сейчас чувствую. И ты понимаешь, что как-то вот ты слышишь со стороны, так что, ну, наверное, это не паранормально. Тут важно понимать, бывает две части, а человек не хочет об этом говорить, это защитная реакция. Второй момент, он сам не может это определить. Ну, может, у человека нормально, это вот такое нормально. Ну, безусловно, там, да, как, ну, странно, что люди со мной не хотят общаться. Нормально, у меня вот такое вот настроение. Да, как, я, понятно, немножко вот реально, но это реально вот так происходит, что люди иногда сами себя не очень диагностируют. Так, про эмоциональное состояние. Вторая часть, которая следует из первой. Если я диагностирую себя, я могу управлять своим состоянием. Да, управлять эмоциональным состоянием. Про что это? А это как раз-таки там целый набор есть. Физических техник, дыхательных, там, рациональных, умственных, там, и так далее. И вот тут есть комплекс фишек, упражнений, там, инструментов, грубо говоря, которые я могу знать или не знать, использовать или не использовать. Два уровня. Знаю, использую, как минимум. А третий уровень использую на автомате. Но, опять же, мы возьмем пример автомобиль. Никто не родился уже так врожденный навык управления автомобилем. Но я таких людей не знаю. Может, они и есть, но я не знаю. Этому учатся. Вот то же самое и тут можно учиться. Чему учатся? Сначала там книжечки студируют, ПДД там, да, потом инструктор рассказывает, где какие педальки, там, рычажки, там, и так далее. Потом там человек на стояночке, там, начинает что-то там пробовать, нажимать, там, и так далее. И у него шок, там. Как это одновременно смотреть на дорогу, на знаки, на педали, на руль, на датчики, еще там механика, если. И зеркала не забыть, там, да, как. Вот. Шок просто, да, как. Но он уже практикуется. А потом когда-то переходит в автоматизм. Человек на автомате это делает. Он же там легко не задумывается. Вот по большому счету, вот эта вторая функция, это по поводу, как на автомате уметь заботиться о своем инстальном состоянии. Да, как. Не потому, что тебе нужно выполнить инструкцию. Пришел домой, так, мне, чтобы не злиться, надо сказать вот так, вот так, вот так, там, да, как. Нет, это про то, чтобы это было естественно для человека, для его темперамента, чтобы он умел управлять своим инстальным состоянием, и оно было соразмерно к контексту. Если я пришел домой к людям, которые меня любят, ждут, встречают, то это не повод срываться на них, потому что я с работы перенес негативчик какой-то, да, как. И это моя ответственность прийти домой спокойно, мне не разрушать свою семью, либо, ну, еще что-то делать, да, как, например, там, да, как. Или прийти домой с утра, вернее, на работу прийти, там, с утра, ну, у кого не с утра, у кого с обеда работа, там, да, прийти и перенести на работу какой-то негативчик, который ты нахапал по пути, там, потому что тебя кто-то подрезал и так далее. так как вот вот эти две это базовые функции про себя но мы все живем в обществе так или иначе там да даже в айтишки сейчас люди вокруг все равно есть как бы ты в мониторе не был там на работа взаимодействуешь поэтому тебе неплохо бы понимать еще в каком состоянии другие люди да как диагностика других людей их эмоционального состояния там две штуки из таких глобально если по простому говорить через наблюдение так как и 2 через эмпатию эмпатия это вот вот эти зеркальные прям вообще-то вот прям дух глубоко не полезно но есть приятная новость физиологи уже сколько-то лет назад нашли зеркальные нейроны которые отвечают за вот эту эфемерную эмпатию которые придумали психологи много лет назад серьезно прям ну вот да вот нашли то можно погуглить поискать там на них сослаться я то есть какой-то физический физический элемент до физический элементом на уровне нейронов которые отвечают за вот это явление которое называется эмпатия эмпатия то по простому вас по умение расположить к себе или умение сопереживать это не расположить себя что такое эмпатия вот если вот так разложить на функции очень по-простому у меня есть мое эмоциональное состояние да как я его себе себе сижу и чувствую там да как переживаю вот я общаюсь с алексеем у него есть какое-то его эмоциональное состояние я могу осознанно или неосознанно настроиться на состояние алексея и его начать переживать в себе для и вот тут есть немножко две разные вещи для чего когда мы говорим про диагностику для того чтобы диагностировать я переживаю в себе и использую навык диагностики своего состояния я могу это назвать я могу это для себя определить то есть да как и и люди на самом деле это на автомате делают с близкими проще когда говорят я потому как там близкий человек открывает дверь уже чувствую каком настроении туда как это примерно про это да как это не про то что он фиксирует там как шумит там и так далее но это тоже имеет значение но это сопоставляется да как с образом человека настраиваться на него срабатывает то есть первое эмпатия может использоваться для диагностики второе для сопереживания в чем разница диагностикой я присоединился почувствовал от соединился и тут очень важно уметь отсоединяться не все люди имеют умеют это поэтому они боятся эмпатии они боятся завязываться особенно в тяжелых переживаниях так как так вот для диагностики крайне важный навык уметь при от соединяться я присоединился почувствовал себе вот это ощущение назвал его от соединился . на Так как сопереживание – это когда я могу после этого совершать какие-то действия. Я могу показывать тебе, транслировать, что я вместе с тобой в этом чувстве, как я тебя поддерживаю в этом. Это про близость, это про разделение. Не со всеми надо это создавать. Потому что это требует энергоцетрат. Поэтому некоторые профессии, имеющие дело с людьми в тяжёлых состояниях, они где-то становятся циничными, как защитные эмоции. Ты же не можешь, мне кажется, скорее всего, я сейчас про своё что-то буду рассказывать, но тем не менее, мне кажется, что нельзя включить эмпатию в тех вопросах, в которых ты не имеешь опыта. Это будет лицемерно. Нет такого. Важно разделить честность и искренность. Честность – это про факты. Честность – это про вопросы, которые я могу знать, не знать. Искренность – это про эмоциональное состояние. Ну как я могу сопереживать человеку, например, у кого кто-то умер, если, допустим, у меня никто не умирал? Можешь сопереживать. Почему? Объясню, почему. Если ты не знаешь, каково это. Смотри. Ты можешь сопереживать, потому что у тебя, ну как бы, если ты не только что родился, и у тебя неком было каких-то сложностей, у тебя есть опыт, твой жизненный опыт всей гаммы чувств. У тебя есть твой опыт боли, например, или печали, или переживания потери. Не смерти, например, но потери. У тебя степень может быть другая, чем у человека, безусловно, да, как. Но сопереживать ему и проявить эмпатию, ты можешь проявить. У тебя условно, как бы, как это сказать, ну, представь, там, вот объем, там, есть ось X, Y, Z, там, да, как, вот, и у тебя, у тебя есть какой-то опыт по каждой оси, там, да, по X у тебя опыт на 5 единиц, по Y на 15, по Z на 100, там, а у другой человека по-другому, то есть, да, как, ну, ты понимаешь, что это по этой оси, там, да, как, ну, у тебя на 15, но у него там еще туда за это, ты всю глубину не прочувствуешь, но ты, как, на какую-то степень эмпатию можешь осуществить. Окей. Поэтому, вот тут, почему я говорю, честность и искренность, про доверие разума, искренность и про эмоциональное состояние, то есть, так как, и у тебя этот набор базовый есть, так как, а честность, у тебя, ну, не будет честности, ты, если вот ты при этом скажешь, там, слушай, я тебя понимаю, там, то-то-то, он скажет, ты меня не можешь понять, ты этого не переживал, ну, в каких-то ситуациях, поэтому вот тут иногда эти две вещи, честность и искренность расходятся, да, как, вот, это вот, если говорить про вот эту штуку, и про эмоциональному интеллекту. То есть, смотри, вот диагностика, там, да, других людей, а вот четвертая, там, итоговая штучка такая, которая называется управление отношениями, то есть, управление отношениями, не управление другими людьми, управление отношениями, или по-другому это влияние, а влияние это и есть лидерство. В чем тогда разница управление отношениями, управление другими людьми? Это как бы тут тонкая грань такая. Она тонкая, но она принципиально важная. Управление другими, я не могу тобой управлять без твоего согласия то есть чтобы не происходило управляя отношениями ты можешь провели отношениями я влияю то есть это другой механизм влияние не есть управление смотри это влияние есть управление отношениями то есть я влию то есть какими-то способами в широком понимании влияния неважно манипуляции там да как жесткими то есть я поставил пистолетом к тебе там к виску и говорю значит упал отжался туда как я тобой не управляю у тебя всегда есть выбор ты можешь согласиться или не согласиться но да у некоторого выбора будут последствия там на перед пристрелят извиняюсь за жесткий пример там да как вот но у тебя есть выбор то есть без твоего согласия то есть никто тобой не будет управлять поэтому это управление отношениями то что я делаю в отношениях я привношу нечто ты это перевариваешь через свою призму то есть так как и после этого ты даешь мне легитимность тобой управлять или не даешь но это скорее всего обоюдный процесс двухсторонних да то есть так как и вот поэтому управление отношениями это есть влияние а влияние есть лидерство потом поэтому по большому счету лидерство это эмоциональный интеллект так как четвертая стадия но фишка в том что сейчас люди хотят хайпа они хотят но условно скорость жизни увеличилась клиповое мышление там вот эти все штуки чё говорит слушайте не хочу я чтобы мне прям прямо договорить не надо во мне ковыряться зачем вот вот это вот вы мне скажите тайную тайну секретный секрет успешного успеха как сделать вот такой хоба я пришел скала и все меня послушались и прямо так вот пошли за мной искали ты велики это тоже не не всегда работает это есть последствия понимаешь как поэтому месседж который я доношу по поводу того что вы хотите там вот и вот эту четвертую штуку про влияние то есть так как прорабатываете предыдущие три штуки и того то есть вот моем то есть тут есть линейность тут нельзя взять и сразу там сразу перескочить туда не не все сначала идем это как в навигатор почему привожу пример с навигатором ты не поставил на той начальную точку поставил конечную как ты планируешь маршрут построить более того ты даже не знаешь где какие дороги и на чем ты едешь как ты хочешь туда попасть ты приходишь кому-то говоришь чувак я хочу телепортироваться вот сюда там да как но нету такого телепорта то есть никто тянет или но кто-то может сделать это за тебя нет за тебя никто не сделал влияние за тебя никто не сделает но это не та вещь которая другие люди это не поймут но как влияние невозможно научить можно создать условия в которых человек научиться поэтому вот эта штука она вот такая и никак иначе да как если ты говорил вот где моя системность где моя логика вот тут она моя логика там системы для меня это кристально прозрачно кристально по полочкам лежит и эмоциональный интеллект это не магия это не сказка это не похлопали посмеялись там при присели это это вообще четкая конкретная прикладная логика вернемся к айтишникам эмоциональный интеллект это то что нужно развивать айтишнику в том числе? Да никому ничего не нужно развивать, если он не хочет. Если он хочет, то это можно развивать. Это можно смотреть, где у него что проседает. И соответствующе прокачивать эти штуки, чтобы они как системно начали работать. То есть это противовес рациональному мышлению в каком-то плане? Ну, это то, что дополняет. Это то, что дополняет. Потому что ты тогда не только логикой управляешь, ты эмоциональным состоянием управляешь. Вот тут есть такой секретный секрет. Вот я открою. Мы совершаем действия не из логики. Мы совершаем действия из эмоционального состояния. Мы можем думать очень правильные вещи. Но для того, чтобы что-то начать делать, мы подключаем эмоциональное состояние. Есть примеры, когда люди вроде как вразрез всей логики, эмоции, вразрез всему идут и действуют логично. Там очень плохой пример, но тем не менее немцы, они в свое время из-за убеждений логических там вырезали людей. Это отклонение какое-то, да, идет. Смотри. Просто ты утверждаешь, что... Я прямо утверждаю. И даже тут я буду утверждать, что это из эмоционального состояния. Потому что вот если исследовали, есть много исследований вот этого, то есть почему это произошло. И одно из таких, если статистически говорить, это попытка на уровне нации компенсировать провал в Первой мировой войне, там, да, комплекс неполноценности, что мы что-то слили, проиграли, и нам надо как-то это компенсировать. Это чисто эмоциональное состояние и речи, которые там были, простроены, они там очень четкое воздействие. То есть принимаем за аксиому, что эмоции всегда первые логики, причинно-следственные связи в цепочке. Смотри, смотри, какая история есть. Происходят какие-то события, да, как вот что-то произошло. Вот это событие мы интерпретируем. Вот, например, я такое говорю, там, это чисто для примера, я говорю, что-то у тебя вот как прическа блестит, да, как, да, например, там, так как разные люди на это будут по-разному реагировать. Почему? Смотри, произошло событие, мой наброс какой-то, да, как. Этот наброс человек фильтрует через свои установки. Исходя из того, какие у него установки, это его внутренние алгоритмы, которые работают из предыдущего опыта, он, у него будет возникать разные эмоциональные состояния. То есть кто-то засмеется, например, как ты там, да, как, кто-то мне в лицо уже врежет, потому что разозлится там, кто-то заплачивает, например, да, я утрированно беру крайнести. Разные эмоциональные состояния из одного и того же события. Смотри, из этого эмоционального состояния человек будет думать мысли и принимать решения. То есть кто-то подумает, и это, блин, это, это самое, сидит тут, да, в этом, в оранжевом, тут, понимаешь, обнаглел тот, понимаешь, тут разъелся вещай, тут, набрасывает, на себя бы посмотрел, на свою бороду там, да, как кто-то будет думать что-то о себе, например, блин, что-то я точно там как-то надо было там, да, как причесаться по-другому, я утрирую там, да, как. То есть понимаешь, мысли идут. Из этих мыслей, решений, которые базируются на эмоциональном состоянии, человек начинает действовать, воплощать их в жизни, действия совершать. Потом эти действия приводят его к новым событиям в его жизни. То есть цикл такой, произойдет. Я твой цикл понял? У меня сейчас мега глупый вопрос, возможно, я просто, скажем так, подбиваю теорию под свои какие-то суждения и практику, но если очень глубоко разобраться в твоих эмоциональных каких-то выплесках, всплесках, то ведь всегда можно найти логическую цепочку действий, которые к этому привели. То есть можно найти логическое объяснение любому из твоих эмоциональных состояний. Не значит ли это, что эмоции, это по факту есть какой-то набор логических умозаключений, которые привели вот к этому состоянию? Так, я не уверен, что правильно понял твой вопрос, но я попробую ответить. Я просто не понимаю, ну и мне кажется, я подменяю понятия, но тем не менее, все можно логически объяснить, даже твое психологическое состояние. Можно объяснить логически, безусловно. И если тогда это следствие того, что твое психологическое состояние эмоциональное, это логично вытекающая штука, это логика, это логика. Это вытекает из предсознательных установок. это то, что мы осознаем. А подсознательные установки, они у нас не очень осознаваемы. Больше 90, там сколько-то процентов. Это то, что мы осознаем? Но смотри, туда доступ есть, и с этим можно работать. Но тут важен один такой момент. Оговорку сделаю. Теории эмоционального интеллекта очень много, и это вот точно не наука. И то, что я говорю, это тоже не наука, это тот подход, которым я пользуюсь. По мне он очень логично, структурированный, и он прикладной, его можно применять. Я обычно говорю, еще раз, можно открыть кого-нибудь книжку и увидеть совершенно по-другому. Поэтому говорю только о себе. Я говорю людям, слушайте, эмоции и чувства – две разные вещи, они отличаются. Эмоции – это реакция на внешние события, внешние для психики. Чувства – это то, что человек создает сам из своих подсознательных либо сознательных установок для достижения цели. И вот тут важно разделить. А эмоциональное состояние – совокупность эмоций и чувств, в которых куча происходит одновременно. То есть эмоция как реакция, то есть она будет практически у любого человека одна и та же на один и тот же стимул. А вот чувства, которые формируются из подсознательных установок, которые не есть осознаваемая логика, но иногда называют личная логика, то есть подсознательная, вытекают. Иногда маленький доступ, мы можем сознательно создавать чувства. Например, совершенно простой пример. Я тебе говорю, вспомни, пожалуйста, как ты классно отдыхал какой-нибудь, может, дай бог, в этом году, может быть, в прошлом, может быть, раньше. Вспомни. Вот ты берешь, вспоминаешь, выполняешь какое-то рациональное, логическое задание, вспоминаешь. Но твое эмоциональное состояние будет меняться, потому что ты будешь, вспоминая, окрашивать внутри. Ты сам создашь чувство радости, например. Или если ты вспомнишь какое-нибудь грустное событие, ты будешь грустить, там, да, как... Внешне ничего не произошло, но ты, вспоминая, ты это только мыслью управляешь, там, да, как ты будешь менять свое эмоциональное состояние. А обязательно ли тебе переживать свой опыт, чтобы эмоциональное состояние вот так вот изменять? Нет, не обязательно. Можно другие. Это самый простой пример. Можно по-другому. Хорошо. Так, не будем... Сейчас можно улыбиться. Это к чему? Это к тому, что, как бы, вот если говорить про такую системную слогичность, есть, как бы, способы работать с подсознательной логикой, с подсознательными установками. Их можно разложить по полочкам, там, да, есть базовые установки, есть производные. И есть способы, как их можно помогать человеку скорректировать. И этим человек отличается, ну, по крайней мере, люди так считают, эгоистично, что они отличаются от животных, что они могут быть проактивно. Они не просто активны, они могут сами над собой совершать активности. Да, как, в частности, менять свои установки. То есть, да, как есть доступ ни ко всему, ни тотально, но, грубо говоря, можно залезть в режиме разработчика, там, да, в мобильный телефон, и что-то там немножко подправить. Да, как, такая возможность есть. Но тут нужно очень аккуратно с этим быть и понимать, если мы что-то уберем, например, иногда люди говорят, там, я вот очень всего боюсь, хочу не бояться. Если человек не будет бояться, он долго не выживет. Страх он защищает. Другой вопрос. Когда страх парализует активность и не дает человеку действия, когда его чрезмерно много, он уже выполняет не ту функцию, которая должен. Он не сигнализирует об опасности, а он парализует уже тотально на малейший чих. Тогда нужно перестроить чуть-чуть здесь настроечки. Выглядит, что мы с нами селекта прям очень логичная такая штука. Это очень логичная штука. В моем исполнении это очень логичная штука. Еще раз, теорий очень много, подходов много. В Минске хватает тренингов, и каждый по-своему делает по-разному. Я к тому, что поскольку это логичная штука и достаточно понятная, мне кажется, если разобраться, значит ли это, что было бы неплохо каждому, там, быть, айтишнику, пойти и хотя бы ознакомиться? Я считаю, что да, было бы неплохо. Но я точно знаю, что если человек этого не хочет, не смысл тратить время, усилия. Человеку должна быть готовность. А с чего начать готовиться? С чего начать ознакомливаться и как понять, что ты к этому готов? К походу, например, с похода к психологу. Окей, ты почувствовал в себе какую-то неуверенность. Можно ли это там в книжках восполнить? Вот у меня есть позиция относительно книжек. Она такова, что в наш век современных информационных технологий, когда информация избыток, есть иногда такая ошибочная штука, что я почитаю, оно поменяется. И я людям привожу такой пример. Ты хочешь кушать? Ну, что, например, да, говорит, хочу кушать. Почитай кулинарную книгу. Ну, почитай. Там много рецептов классных. Там, да, как вкусно. Это утрированно. Безусловно, это наброс там такой. Если человек ничего делать не будет, ему никакое читание не поможет. Ну, я скорее про получение знаний, естественно. А есть люди, которые коллекционируют знания, читая книги. Они очень умные. Они прям приходят, они по полочкам рассказывают. Я столько не читаю. Реально говорю о себе. Я мало читаю книги, потому что я работаю практически. Мне гораздо интереснее практика. Мне интересно с людьми работать. А есть люди, которые набираются теории, они приходят, они лучше меня расскажут тебе. Может быть, это нужно пригласить для компенсации в эфир, чтобы рассказали по теориям, разложили по полочкам. Я очень уважаю этих людей. Потому что у них есть вот этот академичный багаж. Они это представляют, как что. Это титанический труд. Я, например, на него не способен, не хочу. Я про практику. Вопрос. Применяют они в своей жизни или нет? То есть я сталкивался часто с тем, что не применяют. А обязательно ли применять? А не обязательно применяют. Но если человек не устраивает качество его жизни, он читает вместо того, чтобы применять. Да, я считаю это вредно. То есть компенсирует, как бы заменяет, замещает. Он заменяет, да. Он заменяет практику, потому что ему может страшно практиковаться. Ему страшно прийти к психологу и получить какую-то обратную связь. Или пойти на тренинг, открыться, попробовать что-то делать. Поэтому я лучше почитаю. Окей, хорошо. Ну, окей. Тебя успокаивают, почитай. Но только не заигрывайся в это. А вообще реально над собой работать и рефлексировать одному? Я считаю, что реально. Человек способен это делать. Но это не все могут. Не то, что... Все способны, но не все делают. Даже большинство не делают. Потому что следующий шаг. После почитать, надо еще начать делать. И можно самому этим заниматься. Безусловно. И я хорошо, очень уважительно к этим людям отношусь. И мне... Я был бы счастлив, если бы люди это делали. Вокруг меня было бы гораздо больше счастливых людей. Там нужна такая штука, как обязательство. То есть, если человек на себя не взял обязательства, не задекларировал, он может сливаться сам с собой. Это из разряда. Завтра я начну бегать. И это завтра откладывается. Да, как... Вот прям все начну применять. Вот. И... Каждому знакомо. Как... И тут работают разные штуки. Одна из них – это заплатить деньги для того, чтобы было жалко потом профукать. Там, да, как... Другое – это обязательство. Там, да, как задекларировать. Прийти к друзьям, сказать, что там люди... Люди, все, я начинаю практиковаться вот в этом. Потому что стыдно, чтобы глаза было смотреть. Есть другие варианты. То есть, да, как... Это не обязательно идти там... Ну, вот для прокачки, там, на тренинг психолога. Но это хорошие способы. Это как... Можно из пункта А в пункт Б перейти пешком. Можно? Можно. Можно на велосипеде. Можно. На самокате. Можно. Можно на автобусе. Ну, если он ходит. Можно. Можно на маршрутке. Можно. Можно на такси. Можно. Есть масса вариантов, как перейти из пункта А в пункт Б. Они отличаются. Ценой вопроса, скоростью, временем, трудозатратами, возможностью каких-то ошибок. Давай вернемся к другим проблемам айтишников. Да. То есть, одну четко мы прямо окрестили и вникли. Это... Как ты скажешь... Эмоционально компетентность. Давай-то masturbствуем так. Потому что сочетание эмоционального интеллекта кого-то смущает. Окей, давайте назвать эмоционально компетентность. Акрофированность эмоций это будет очень жестко. Да, у меня это жестко будет. Хорошо, эмоциональная компетентность. Эмоциональная компетентность может прихрамывать, имеет смысл ей заняться. И я считаю как раз таки в этом плане того, кто занимается айтишкой с техническим, прокачанным, они могут это нормально разложить по полочкам, структурировать и прокачивать это там в своей структуре для этого не надо становиться истеричным человеком то есть мы сами телек это не про истеричность это мини про хихихах а да как это про вот эти функции это про управляемость про диагностику управляемость как бы я считаю что если ты водишь автомобиль неплохо бы понимать что с ним происходит и как ты управляешь там да как если ты с собой там ново живешь в жизни неплохо бы понимать нам где тебя может занести А где ты пробуксовываешь? Про вот это. Что еще? Я как айтишник могу сразу накидать какие-то проблемы. Давай, про что еще? Часто есть запрос на тему выгорания. Не связано ли это, кстати, с тем, что мы сейчас говорили? И это не всегда про эмоциональное выгорание. Это бывает просто профессиональное выгорание. А в чем разница? Смотри, как про эмоциональное выгорание речь будет идти, скорее всего, про то, что человек не получает эмоции, он всех подавляет, подавляет. И насколько подавляет, что им сложно становится в этом быть. А профессиональное выгорание – это по поводу того, что он столько в жопу, столько работает, что у него просто нет сил уже на что-то другое. То есть у него по боку начинают идти другие сферы жизни, например. У него, в принципе, такое, как он становится таким условным роботом. И это знаешь, как это, извини, может, не совсем корректно говорю, извини, пожалуйста, я все равно не это. Это по поводу того, что вообще, чтобы человек, вот я считаю так, чтобы человек в этой жизни жил счастливо, там, да, я топлю за счастье, там, да, нужно два компонента. Это не то, чтобы я придумал, там, да, я упростил, там, да, то, что там еще… Огоньево. Гуманистическая психология, там, исследовали, там, Адлер, мне очень нравится Адлер, там, он сказал так, что человек, для того, чтобы счастлив, он недословно сказал, это моя вольная трактовка. Нужно две вещи. Ему нужно быть успешным, и второе, ему нужно чувствовать, что он вместе, ему нужно чувствовать близость, что он вместе с другими людьми. Это не про телесную близость, это про, там, духовную, там, да, как это ощущение общности. Человек – существо социальное. То есть, и вот если у него эти два компонента есть, успешность, я сейчас скажу, что такое успешность, и близость, то человек будет счастлив. То есть, и не будет выгорания. И не будет выгорания. То есть, да, как… И теперь смотри, как бы, что такое успешность? Успешность, на самом деле, это очень важно понимать. Успешность не то, что тебя Forbes написали про тебя, там, да, как… Это внешнее определение успешности. Внутренняя успешность – это про что? Это по поводу того, что я ставлю свои цели, и я двигаю своих достижений в том темпе, который мне нравится. Да, как? То есть, смотри, тут какие важные. Очень многие люди достигают в жизни не своих целей. Они оправдывают ожидания родителей, жены, мужа, там, да, как они делают ради кого-то, ради похого и так далее. Как понять, что цель твоя? Очень важный вопрос. Ответ на него есть такой. Это понять потому, доставлять тебе кайф, там, только когда ты в эту сторону двигаешься или нет. Если это тебе… Эмоциональное состояние в данном случае является диагностикой. Ты делаешь шаг в эту сторону, да, как… На берегу никак не поймешь, тебе нужно начать пробовать. Делаешь шаг, смотришь, ой, я когда вот это делаю, мне по кайфу или нет, там, да, как… Что-то непонятненько, может, это просто непривычно. Сделаю еще шаг. Делаешь еще шаг, смотришь. О, мне клево, мне нравится делать, я хочу это там делать, там, да, это интересно, это там, да, как… Ну, походу, это про твои цели. А если к тому, что, блин, что-то вот здесь, опять 25, опять вставать, идти на работу, там, да, как… Опять эти… Там, ладно, не буду там… Что-нибудь там, да, как… Ну, скорее всего, это не твоя цель была. Ты вошел в IT, например, там, если про IT-шника, ну, вошел, потому что модно, потому что много денег, потому что кул, потому что там все довольны будут, там, да, как… Ну, может быть, цели же могут быть разные. Если ты вошел в IT, чтобы заработать там дофига бабок, и тебе не нравится то, что ты делаешь, ну, ты зарабатываешь бабки и кайфуешь от процесса получения зарплаты. Это есть твоя цель? Тебе надолго не хватит. Если там глубже уходить, видишь… То есть кайфовать надо от процесса или от результата? От процесса и результата. Это две ноги. То есть если ты одно отпилил только от результата, будешь выгорать, там. Второе отпилил, а в процесса кайфуешь, результата нету, там, кодишь, но денег не платят, тоже там ненадолго хватит. Две ноги – процесс и результат, да, как… И баланс их, потому что есть люди больше сконцентрированы на процессной части, больше на итогу, на результате, там, да, как… Есть индивидуальный баланс. У кого-то ползунок чуть-чуть сюда смещен, у кого-то чуть-чуть, но должны быть две ноги, да, как… И тебя должны удовлетворять, да, как… Поэтому вот смотришь вот на эту штуку, тогда ты понимаешь, что это твои цели. То есть ты их ставишь для себя и двигаешься в своем ритме, да. Тогда ты успешен. Тебе могут сказать, да, слушай, то ты как-то, да, ну, ты что, ты вообще там миллиардов не заработал, то-то-то-то, у тебя внутри тотальное, может быть… У меня есть ощущение, не всегда, я не претендую там на это, у меня есть часто ощущение того, что я успешен, потому что в моей картине мира я достигаю тех целей, которые я хочу, которые делают. Я ушел из-за этим, мне часть друзей говорили, да, ты больной человек, там, деньги там будут, у тебя хорошо получается, там, все. Но зачем ты это сделал, там, как бы, ну, какие-то тренинги на тот момент, это вообще ересь была какая-то, пошел там зачем-то заниматься. Я четко понимал, что я хочу это делать, да, как, вот, я хочу пробовать, я хочу этот опыт получить, там, так как, вот. Вот так, понимаешь, как… То есть успех, как внутреннее измерение. Кому-то совершенно по кайфу быть фермером, садить огурчики, капусточку выращивать, и он счастлив, потому что он вместе там со своей семьей общиной… И он успех счастлив, ты до этого говорил. Правильно ли я понимаю, что конечным результатом, вот, конечным результатом есть счастье. Ты говоришь, ты топишь за счастье, ощущение счастья. То есть может, для кого-то может показаться, что, вот, допустим, твой пример, когда ты говоришь, я там не миллиардер, но там работаю, там, где мне нравится, достигаю цели. Кому-то может показаться, что это преуменьшение цели, чтобы, ну, типа, ну, у меня есть что-то малое, и меня это удовлетворяет. Это, как это сказать-то, утешение самого себя. Так смотри, когда ты сам себя утешаешь, ты как бы, ты же все равно сам себя не обманешь. Ну да. У тебя внутри все равно будет червячок тебя там грызть, там, да, как… И ты можешь натягивать улыбку на лицо, ты можешь другим рассказывать, да, как… И ты… И это проблема иногда блогеров, там, да, которые настолько заигрались, да, в это… Это про американского какой-то читал, там, а потом суицидовал он, да, как… Потому что вот этот имидж, который он создал, не соответствовал внутреннему состоянию, да, как… Вот. И это про соответствие внутреннего с внешним. То есть вот это ощущение счастья, оно неразделимо связано с соответствием внутреннего и получением… Ну, еще раз, когда… Вот этот критериальность, что ты двигаешься в достижении своих целей в своем ритме, нет. Не потому что ты сам тебя оправдаешь, не потому что ты на цыпочках стоишь. Это две крайности, да, как в своем ритме, в своей цели. И там цели тоже разложены по секторам. Семейные цели, цели материальные, потому что кому-то нужно, блин, для того чтобы чувствовать счастливо на семерке BMW ездить, а кому-то нормально на велосипеде, да, как там дружеские, здоровье, там, знания, там и так далее. Их можно по сегментам разложить, да. Там тоже бывают перекосы, как человек в одно врубился, остальные просели, то есть не будет полноценности. А вторая про близость, про то, что чувствовать, что есть мои люди, то есть которыми там… И там тоже есть кусочки. Друзья, коллеги, родные люди, там, прям, ну, покрой, там, да, как семья своя, там, и так далее. То есть чувствовать вот эту принадлежность, чувствовать общность вместе, потому что можно быть с людьми в толпе и быть одиноким. Ну, да. Это все хорошо. И вот это складывается счастье. И счастье – это не конечная точка, это процесс. Ну, это же… Процесс. Это идеально, это идеально. Идеально, безусловно. Это некоторая модель, там, да, как… То есть где-то тебе нужно поступиться, там… Безусловно. То есть жизнь, она гораздо больше, чем любая модель. Поэтому это некоторая идеальная картинка, которую просто можно как-то для себя нарисовать какие-то ориентиры, там, да, как… Да, как? Это я к чему? Это я к тому, что выгорание, в нашем случае профессионально все равно, можно схватить. То есть навряд ли ты… То есть выгорание можно схватить, потому что… Как понять, что ты его схватил? Например, потому что… Как понять, что это выгорание, а не то, что ты поступаешься чем-то во время работы? Ну, например, мне там не нравится моя работа на протяжении трех месяцев. Может быть, это потому, что это нужно для достижения моей цели глобальной. Или это выгорание? Что вообще? Так, а вот что такое выгорание, да, что такое выгорание, да, как? Да, так может, вот это и есть выгорание уже, когда ты поступаешься три месяца, там, да, и тебя начинают мутить. Но если тебя начинают мутить, тошнись, там, да, и ты начинают… Вплоть до того, что у тебя либо соматика, там, да, ты заболеешь, там, да, как чтобы не идти на эту работу, там, да, либо ты там срываешься и ноутбук, запускаешь стену, наверное, плохо. Ну, это крайне прям случай. Вот именно… А сейчас же есть много ребят, которые такие, вот, у меня выгорание, у меня эффективность упала. Вот это вот херня собачья или это вполне имеет место быть? Ну, это хороший вопрос, там, да, почему в нем есть, там, несколько, там, частей. Во-первых, ну, самодиагностика, там, да, так как, это я сам себе придумал, или это реально так, там, так как, ну, честно ответить на вопрос. Окей, даже если это реально так, ну, в чем, в чем эта причина? То есть, вот смотри, выгорание – это когда мотивация падает, это связано с мотивационной частью, да, как, а может быть, ты просто заболел, там, ну, реально, там, ну, не потому что психосоматика, а ты заболел, там, да, как, и у тебя просто, у тебя сил нету, ресурсов нету, ты больной, там, да, как-то, ну, и что там бы, как бы, дожить до вечера, там, да, как, или ты влюбился, давай так, вот, да, ну, это хороший пример. Ты, ты там влюбился, там, да, как, ну, тебе не до работы, там, по большому счету, там, да, ты фантазируешь, там, да, как ты представляешь, там, да, как сказки. Эффективность упала-упала, выгораешь ты, ну, наверное, нет, не выгораешь. Ну, вот, хорошо, а как отличить это от лени? Мне надоело работать. Хорошо, давай, вот, про лень, там, да, как, вот, да, радикально сейчас наброшу, нету лени, то есть, да, как, если есть отсутствие мотивации, я сам себе не придумал. Ну, это, это, нет, это хороший пример, типа, нет холода, есть отсутствие тепла, и это логично, так же и тут. Смотри, лень, это, опять же, не определение, лень, это такой совершенно замечательный механизм позаботиться организму, позаботиться о самом себе, чтобы не делать то, чего ты не хочешь. То есть, это средства защиты? Да, да, средства защиты. Ну, ты же таким макаром можешь ничего не делать на работе, говорить, ну, вот у меня средства защиты включилось, разбирайтесь сами. У работы будет, тоже средства защиты тебя уволят, там, да, как, чтобы денег не платить. Совершенно нормально. То есть, если ты начинаешь чувствовать лень на работе, то стоит перезадуматься, что, возможно, что-то не так. Так, однозначно стоит перезадуматься о том, что что-то не так, там, да, как. Понять. Ну, только смотри, если ты проработал без выходных, там, не знаю, два месяца, и ты считаешь, что у тебя лень, нет, у тебя просто организм говорит, там, соц, там, сходи, отдохни, да, как, это не лень. То есть, да, иногда люди путают, это к той же эмоциональной компетентности определить своё состояние. Потому что, смотри, есть физическая усталость, физическое состояние, да, как, а есть эмоциональное состояние, да, как. Эмоциональное состояние может быть разное. Я, пример, про влюблённость привёл. Оно будет влиять на физическое состояние. А может быть, просто проблема на физическом уровне, да, как, да, а может быть, выше проблема на мотивационном уровне, то, что упирается в ценности установки в твои, да. ты например и на каком уровне возникла сложность тогда как например на самом высоком уровне ты понимаешь что вот то что ты делаешь никому не нужно ты работаешь стол у меня такое состояние было одно время туда как почему отчасти я ушел там я понял что я делаю не окра научно-исследователь с конструкторские работы по автоматизации электропривода конвейера там то-то то-то а в там опять же не хочу говорить там где-то работают люди когда вид меня а бы до пенсии доработать да как это конечно хорошо вы все померите давайте не будем ничего там применять лишнего дом да как и зачем тебе работать стол тогда как на как у тебя начинает падать мотивации ты думаешь вообще тут как бы надо ли этим заниматься или чем-то другим что будет интереснее и полезнее как с этим бороться ну первое то есть мне не очень нравится слово бороться с как уходить из этого состояния одеть это тоже мне не хочу наложить чем больше мы чем-то боремся тем больше что монет уже не alloc. да число не нормально в какой-то мере есть более нормальное состояние более эффективное было эффективное инициативная которой хотелось бы прийти хорошо как прийти к более эффективным состоянием первое что нужно четко отдать себе отчет где я нахожусь подожди я еще веносно ты гриш более эффективная почему не хочешь быть более нормально то То есть, находиться в состоянии выгорания, это может быть окей в каких-то ситуациях? То есть, подожди, ты подожди, окей и норма, да, как? Норма, как она определена? То есть, это большой хуливар, что такое норма. Если у нас все будут одноногие люди, то что норма? По статистике или как? То есть, есть прикольный, клевый пример про норму. Описанный в литературе в Америке. Пошло развитие авиации, стали думать, как это сделать удобным пилоту, так, кресло. Сделали одному не то, неудобно, второму не это. Места мало же у пилота, винтовых, авиации. Стали подбирать пилотов, чтобы они в параметры вписывались. По росту, комплексы, пропорциям и так далее. Все равно что-то не так. Короче говоря, это про норму. Невозможно вот эту норму установить, чтобы вписывались. В результате пришли к тому, что да, это дороже, но нужно делать гибко настраиваемые кресла, руль и так далее. Поэтому вот тут та же история, с нормой так себе. Если ты говоришь про состояние ок, не ок, внутреннее состояние, да, хорошо, давай про это говорить. Как из состояния не ок прийти в состояние ок? Ну, смотри, если вот так вот алгоритм какой-то базовый выработать, базовый алгоритм может звучать так. Первое. Четко понять то место, в котором ты находишься. То есть, что реально с тобой происходит. Не наклеить себе яблоки. И вот тут вот как раз вот эта начитанность иногда имеет такую обратную, ну, нехорошую там функцию. Это знаешь, как болезнь, по-моему, третьего курса у медиков, там, когда они у себя все обнаружили, только мужчины, там, женские заболевания, ну, а женщины, мужские, там, да, как все вот можно найти, там, да, додиагностироваться. То есть, если много прочитать, но без практики, то ты себе там навешиваешь ярлыков. Ну, я с таким тоже иногда сталкиваюсь. Человек приходит и рассказывает, какие он себе диагнозы поставил. Да, приходится помогать. Человек учится диагностировать себя. Хорошо, что пришел. Мог бы не приходить. Ну, да, может быть. То есть, и у того, первое, четко понять, что со мной реально происходит, в каком месте я нахожусь. Иногда это сложно самому сделать, нужна обратная связь. Хотя бы для этого. Хотя бы прийти, чтобы помочь внешнюю диагностику тебе как-то провели с тобой. Не диагностировать, не тест, да, как, чтобы реальный человек с тобой там поработал, поконсультировал, посмотрел, позадавал вопросы, посмотрел, как ты себя ведешь. Там, да, как. Это целая наука. Как диагностировать людей. Это нужно делать сразу, как только ты понял, что что-то не так? Или можно такое, типа, потерплю, подожду? Можешь потерпеть. Твое право, твоя жизнь. Ты платишь свою жизнь. Окей. То есть, последствия могут быть прям... Последствия могут быть разные. Ну, понятно, у нас у всех есть какой-то запас прочности. Насколько нас хватает, да, как. И, знаешь, вот тут я привожу, опять же, пример со стоматологом. Да, можно со стоматологом терпеть, пока щека вот такая не будет. Перейти, сказать, полечи мне. Он тебе скажет, ну, иди рви, там, пять зубов вырывай, и будем импланты ставить. Ну, да, как раньше думать надо было. А можно каждые полгода ходить на профилактику, там, кариесы такие небольшие лечить. А можно еще чистить зубы самому. То есть, чистить зубы надо самому. Ну, ты не пойдешь к стоматологу, почисти мне зубы. Ну, как раз в полгода, наверное, стоит переходить, там, да, как на профилактику, на осмотр, там, на какие-то коррекции, там, да, как. Но лучше, наверное, не затягивать для того, чтобы тебе их рвать надо было, да, как. И переходить, когда вот такая щека. То есть, это про культуру, на самом деле. Про культуру заботы о себе, там, о своем состоянии. Не только о теле, не только о деньгах, да, как и о эмоциональном состоянии, о психике в том числе. Поэтому, ну, да, как, а там уже право человека решать, как это, в каком балансе. Ну, так, окей, самодиагностика. Диагностика. После диагностики, то есть, как бы, что? То есть, понять вторичную выгоду. Вот я уже про нее говорил, тогда, как. А если вот это в моей жизни происходит, там, да, как, то какую пользу это мне приносит? Честно себе на это ответить. Потому что в этом, если это в моей жизни есть, в этом что-то я получаю. Так как понять эту выгоду, понять вред, который мне это приносит, разделить эти вещи. Задаться вопросами, а как другим способом я могу получать вот эту пользу, которую я так получаю, но минимизировать этот вред. Так как после этого выработать какую-то вот логику, как... Нужно набросать достаточно много вариантов, потому что нужно пробовать. После этого нужен ресурс, чтобы быть готовым экспериментировать. Потому что если ты выжатый, как лимон, сюда нужно вставить отдых, там, восстановиться, набрать ресурсы. После этого выработать маленькими шажками, не радикальные, да, как эксперименты, такие лайтовые, чтобы они были по фану, там, да, как, чтобы поэкспериментировать. А как это будет, двигатель или нет? Такие пробные шажки, там, да, как тестовые, на которые нужны ресурсы. Нужно понять, что это просто тесты, это просто, там, некоторая игра. Пробовать одно, второе, третье. Окей, работает, окей, дальше двигаюсь, развиваю. И в результате ты вырабатываешь замечающую модель, там, поведения, которая начинает менять твои установки. Да, как... И ты вместо привычного способа «хочу эмоции» поругался с женой, получаешь «хочу эмоции», там, да, как, не знаю, спел в караоке, там, ну, я какой-то совершенно утрированный, например, там, да, как, вот. Или, там, записался, там, в сейлсы, там, да, как, и работаю не кодером, там, а сейлсом или пиэмом, там, да, как, у меня хватает эмоций, там, например, да, как, набрасываю. То есть, а дальше, как это в жизнь воплотить, шаг за шагом, там, перестроить? Получается, это гораздо лучше, чем просто взять и поехать в отпуск, как это все делают. Ну, иногда важные пары спустить, там, поехать, вот, представь, что ты чайник, там, который кипит на газу, там, да, как, и он закрыт, закупание, значит, сковорарки такие были советские, там, да, которые, там, пар, там, давление колоссально может достигать. Если ты, там, сгущёночку варишь, и не вовремя открыл, она, может быть, на потолке, там, да, как, так вот, чтобы вот этого не случилось, есть клапан, который спускает пар. Вот, поехать вот в отпуск, когда у тебя уже вилла, вот, это спускать пар. Это, конечно, хорошо, чем вообще не ехать, ещё подогревать дальше, но это может не решать проблему. Решением проблемы – это постоянная система спуска пара и управление газом под скороварочкой, да, как, то есть, при этом, чтобы функция выполнала, чтобы гущёнка варилась. С этим мы разобрались. Лень, мы затронули лень, закидываю тебе прокрастинацию, это оттуда же? Вообще, есть ли такой термин прокрастинация психологии? Термин есть, там, термин прям есть. Это что-то прям научное, типа, или это выдуманное? Ну, как тебе, как, не знаю, я его, я не очень люблю, вот, я его, конечно, выучил, его знаю, там, да, как. Это синоним ленья, или это абсолютно отдельно стоящий термин, который как-то можно описать? Ну, смотри. Что это такое с твоей точки зрения? Если очень упро... Смотри, то есть, то, что человек под этим имеет в виду, особенно, когда он сам себя определил, то есть, это нужно с ним прям разбираться. Я сталкивался с тем, когда человек вся диагностировал прокрастинацию, разные ситуации, откровенно говоря. То есть, бывает такое, что человек приходит, тебе говорит, я прокрастинирую? Бывает, да. Как ты на это реагируешь, что-то случилось? Слушай, ну, как я на это реагирую, я с ним проясняю вообще, что на самом деле с ними происходит. Потому что я столкнулся с тем, что люди часто за красивыми словами у людей стоит что-то вот очень конкретное, очень такое родное, близкое, там, и понятное ему одному, там, да? Хорошо, посудим, может ли за прокрастинацией стоять прокрастинация? Я хочу понять, есть ли такая штука, как прокрастинация в чистом виде? Либо это зачастую совокупность каких-то других проблем? Ну, ладно, хорошо. Ты как бы давишь ты на меня, чтобы я сказал, то я скажу, то, да, как... Это все ты будешь виноват, если что. Что, как бы... Прокрастинация – это удобное, там, модное, красивое слово, там, да, которое объясняет, ну, какое-то поведение, да, как... Причины этого поведения могут быть разные, там, да, как... Это может быть отсутствие мотивации, это может быть, там, выгорание, там, и так далее. И это некоторый, ну, условно, некоторый ответ организма, давай так назовем, там, да, на то, что что-то внутри не так фурыщит, да? И я очень осторожен к тому, что есть какие-то поведенческие штуки, которые решат, там, вопрос прокрастинации. Потому что, ну, это, условно, верхний слой, да, как... И ты, если на верхнем слое остаешься, что-то сработает, что-то не сработает. И как оно сработает, может быть, по-разному, потому что за этим стоят нижние слои, да? И, ну, и вот эти нижние слои, они могут быть совершенно разные. Например, там, человек может прокрастинировать на работе, потому что он саботирует начальника, который его обидел, не позвав на новогодний корпоратив, там, да, или назвав его, там, редиской, ну, я условно говорю, там, да, как... Например, там, такой, он может прокрастинировать, потому что он третий год работает без отдыха, там, да, как... И у него уже все, вот здесь уже вил, он выгорает. Что чаще всего в твоей практике выливалась прокрастинация по итогу под коробкой? Не выливалась мысль в результате? А чем было? Это было выгорание? Понимаешь, чаще всего я это говорю, что это чаще всего, вернее, наверное, всегда так, это падение мотивации к этому. Иногда это может быть, можно назвать это усталость. Но тогда, когда это усталость, это обычно прокрастинацией не называют. Потому что прокрастинация все-таки силы есть, но что-то ничего не делают. То есть активничаю не туда, куда надо. Ну да, или активничаю в просмотре сериалов. Очень активный вид спорта. Надо вставать, в холодильник уходить, пиво наливать, например. Ну я утрирую, конечно. Но и опять же за прокрастинацией может стоять страх. Если мы говорим про прокрастинацию условно-ситуативную, как мне надо сделать такой-то отчет или что-то, репорт, такой-то к какому-то сроку, а я, блин, откладываю, откладываю, откладываю. За этим может стоять какой-то страх, чего-то там. А за этим также может стоять нехватка некоторых навыков, если это регулярно происходит. То есть это недостаточность вот этого воспитания, которое не заложило вот этого. Либо наоборот уже протест. То есть наша школа формирует людей таких, как она сейчас, по крайней мере, работает, исполнительных, которые... Вот урок там, например, сам урок, звонок, сели, 45 минут неподвижно сидите, то есть, да, как... Это такая дрессировка исполнительности, винтиков для системы, как бы это жестко не звучало там, да. Понятно, сейчас вот тут какие-то сдвижки есть, в лучшую сторону что-то меняется. Я, возможно, набрасываю, обобщаю. Но про что? То есть, да, как... И вроде бы человек должен быть дисциплинирован исполнителем, да, как... Но этого может быть настолько много в его там детстве, там, в этом, что в какой-то момент он начинает это саботировать, он отказывается. И вот это может выглядеть, как прокрастинация. Человеку говорят, сделай вот это, то-то, говорит, да, хорошо, и, блин, нифига не делает, да, как... Тупит, играет, то-то, то-то, в последние пять минут хватается, начинает там что-то крутить, вертеть, там, да, как... Очень много чего к мотивации сводится. Вот мы уже вторую проблему рассматриваем, а ты говоришь, что это связано с отсутствием мотивации зачастую, с недостаточной мотивацией, точнее. Ну, это я только что говорил, что это не только с мотивацией может быть связано, это может быть связано еще с отсутствием навыка, либо протестом, например, когда этого много. То есть это к тому, что как раз-таки не все там связано с мотивацией, там, да, как... Вот, а с мотивацией... Ну, почему? Потому что тут у человека есть какие-то ценности, представление о том, для чего там мечта, миссия, там, и так далее, там, это отдельная прям большая тема. То, да, как... Ну, для того, чтобы он начал воплощать, чтобы он начал ставить цели, и там, да, как... Ему нужна эмоциональная вот эта подпитка. Мотивация — это про вот эту эмоциональную подпитку, когда хочется, там, да, как... Вот, и... И это как раз-таки в том, что я говорил, что если вот это эмоциональное состояние — это прокладка между нашими установками, там, и даже рациональными мыслями и действиями, если ее нету, действий не происходит. То есть, да, а ты мне задаешь вопрос про коростинацию, там, где действий нету, то, да, поэтому, да, связано. Хорошо. Следующий вброс, следующий вопрос. То, что часто у айтишники с собой связывают — синдром самозванца. Это, насколько я понимаю, тоже психологический термин, прям, не что-то выдуманное. Ну, по крайней мере, на Википедии так было. А как ты это понимаешь? Вот что такое синдром самозванца? Или что имеет в виду под этим айтишники? Что... Не, я буду говорить, что... Я буду говорить, что я под этим. Давай. То есть, это ощущение того, что ты не на своем месте с точки зрения того, что тебя восхваляют не за твои заслуги. Либо ты чувствуешь, что тебя переоценивают. Ты не на своем месте, и ты как бы ниже той оценки, которую тебе дают. Смотри. И у меня это со скромностью. Вот, как я тебе вопрос описал, у меня это со скромностью ассоциируется. Я бы не ассоциировал это однозначно со скромностью. То есть, так как там есть... Ну, человек не выпячивает свои достоинства, не хочет выпячивать свои достоинства. Ему это дискомфортно от этого. Вот, смотри. Скромность... Она же не всегда дискомфортна. Я могу быть скромным, но совершенно спокойным. Согласен. Да, как? А если синдром самозванца, мы уже говорим, как некоторый такой образ, там, да, как... То это про дискомфорт. Да, как? И он может возникать там по... Действительно, это про дискомфорт, связанное с несоответствием. То есть, с ощущением несоответствия. Да? Я переживаю ощущение несоответствия внешней оценки и внутренней оценки. В моем ответе это было несоответствие в сторону уменьшения. Правильно я понимаю, что оно может быть и в сторону увеличения. Типа, я думаю, что меня недооценивают, и это дискомфорт от этого, и это синдром самозванца, или нет? Я думаю, что меня недооценивают. То есть, это тогда синдром, скорее, непризнанного гения. Давай это так назовем. А, окей. Да, как? Хорошо. Тогда его не рассматривай. Самозванца. А это, кстати, тоже может быть для кого-то актуально. Но смотри, синдром самозванца, то есть, да, это ты правильно корректировку сделал, что меня оценивают выше, чем я сам себя оцениваю. Но это точно же несоответственно, но в одну сторону. Да? И почему это может происходить? Это может происходить по психологическим причинам и не по психологическим причинам. Если это, мы говорим, не психологические причины, то реально сфера очень динамичная, очень развивается. По сравнению с белорусским, там, вот, обществом, то есть, да, как, она, как бы, на сегодняшний момент такая вот виповая, там, условно, там, да, как больше зарплаты, там, еще что-то, там, да, как, условно. И вот это, опять же, сейчас с коронавирусом тоже что-то, наверное, будет меняться, там, как-то перестраиваться во всем мире, там, и скорее, и это может тоже затронуть. И есть уже, там, на эту тему тоже и посты, и тексты, которые айтишники пишут, и собственники, там, и управленцы, чары. Но если говорить вот чуть-чуть до этого, то есть, да, как, что сфера настолько динамично развивается, что насколько не хватает кадров, что вот этот рост, там, да, как раз в квартал, там, у кого-то, у кого-то раз в полгода, переоценку какой-то раз в год. Рост зарплаты просто потому, что ты хорошо работаешь, что ничего не сделал, ну, не достиг, ты просто выполнил свою работу, окей, там, вот тебе еще, там, соточка, вот еще пять сотен, там, да, как, вот еще что-то, там, да, как, система найма, там, когда, там, приведи друга, там, перимони его с этого, получай, там, да, как бонус. То есть система сама стимулирует это, система, Система может стимулировать это, действительно, там, да, и человек в своем внутреннем ощущении, у него нет ощущения, что он вырос, а его оценивают, его оценивают, его оценивают. И это мы говорим про какую-то внешнюю часть, там, да, как, если говорить про внутреннюю, и она тоже влияет, ну, если брать про статистическую такую штуку, там, да, как, если говорить про внутреннюю часть, то, то у человека, действительно, может быть, да, может быть, его очень адекватно оценили, потому что, смотри, это по большому счету можно взять три точки, оценка внешняя других людей адекватная, хотя, вот, кто ее знает, где она адекватная, ну, условно, адекватная по каким-то показателям, если мы можем поверить. Нормально. Да, как? Адекватная, я имею в виду реалистичная оценка по показателям, вот это мнение других людей, реалистичные показатели и мое мнение, вот, три ползунка, там, да, как, то есть, вот, первое, что я до этого говорил, что если реалистичное есть мое мнение, они могут быть соответствовать адекватно как-то, а внешняя оценка, она может расти в силу спроса на рынке, в силу ситуации, это одна ситуация. Другая ситуация, когда внешняя оценка и реальная одинаковые, а моя не соответствует, моя не подтягивается, вот это уже имеет психологические корни, почему у человека есть сомнения в себе, там, сомнения в себе, соответственно, в своих способностях, соответственно, в своих действиях, да, как, и причина может быть разная, и чаще всего она может упираться в какие-то либо травматичные ситуации, либо в особенности воспитания. Например, одно из стереотипных такого воспитания в нашем обществе было критиковать, да, то есть, и сейчас для многих это критика, мы же тебя критикуем, мы же тебя лучше хотим сделать, мы же хотим тебе, как бы, указать на те вещи, которые тебе надо доработать, там, да, как, а неосознанно это какое формирует? То есть, человек сам себя всё время оценивает хуже, он обращает внимание на негатив, там, да, и этого становится много в голове, да, и, соответственно, вот тогда у человека самооценка ниже, чем адекватность, ниже, чем внешняя оценка, да, как, и он её каким-то образом компенсирует. Одна из способов компенсации, это как раз быть в таком жертвенном состоянии, то есть, да, как, это один из способов, есть другие способы, вот, и страдаясь там, да, как, что я вот самозвание, что мне неловко стесняться в таком проявлении, именно внешнем проявлении стеснения. А значит ли вот это вот, что у тебя есть дискомфорт, ты чувствуешь, у тебя проблемка, значит ли это, что нужно выводить этот ползунок своей самооценки на уровень со всем остальным? Ну, мне кажется, это логично, это логично, но сейчас тупой вопрос, но тем не менее, не может ли это привести к тому, что ты будешь, ты ползунок у тебя резко возрастет выше этой точки? Да вот, это хороший вопрос, смотри. Для человека, который страдает с синдромом самозванца, кажется, что если ты станешь адекватно себя оценивать, то ты будешь задирать нос. Вот опять же, смотри, почему я прямо разделяю, отношение к себе и действие, действие связано вот с этим ползунком адекватности, да, то есть вот есть действие, сдирать нос – это действие, да, как отношение к себе, это вот как я считаю, самозванец и несамозванец, там, так как, вот это прямо надо разделить, и внешняя оценка – это третий ползунок, там, да, как, так вот смотри, про вот этот внутренний первое ползунок, как я к себе отношусь, там, да, как, мой наброс заключается в том, нет завышенной самооценки, есть заниженная и есть адекватная. То есть, как бы, адекватная что значит? Адекватная реалистичным, там, действием, результатом самому себе. То есть, это примерно как? Бывает кувшин не полный, а бывает полный, с горочкой, ну, понятно, есть силы натяжения, чуть-чуть может быть, там, берем условную модель, то есть, кувшин бывает полный, вот у тебя есть, может быть, стопроцентное принятие себя, 110 не может быть. Ты к тому, что даже люди, которые выглядят внешне зазнающимся, для них это норма, нет? Нет, нет, те, кто выглядят зазнающимся, да, понтуется, самоутверждаются, это говорит про компенсацию заниженной самооценки. То есть, вот это прямо важно понимать, что на уровне действий и внешней оценки нам кажется, что у человека там понты, завышенные самооценки, да он тут вообще самоутверждается. Чаще всего за этим стоит заниженная самооценка. То есть, выше головы не прыгнешь, вы погодите. Выше головы не прыгнешь. Поэтому вот про внутреннюю работу можно работать, и работая с человеком, который внешне проявляется как завышенной самооценкой, на самом деле, работа строится точно по тому же принципу. То есть, мы повыше поднимаем вот этот ползуночек, его отношение к самому себе, тогда ему не надо кому-то что-то доказывать внешними действиями. Тогда он в адеквате просто. Потому что вот эти внешние действия, это компенсаторные функции выполняют. И они бывают разные. Как одно мы проговорили, это вот это состояние страдательности жертвы, другое это может быть наоборот самоутверждение. Лучший способ защиты нападения. Я могу говорить, да вы сами тут это такие, потому что я внутри сомневаюсь, что ли я сделал. Мне нужно наехать, чтобы они не успели заметить как мой косяк. Блиц. Давай Блиц. Блиц, Блиц. Буквально несколько вопросов, они короткие, отвечая на них как хочешь. Ну вообще длинно не надо на них отвечать, но они краткие. Краткие вопросы, краткие ответы. Можешь скипануть один, если он тебе будет дискомфорт приносить, но лучше так не делать. Так, первый вопрос, твое хобби, помимо психологии. Я иногда люблю что-нибудь покрутить отверткой, паяльничком слегка там или поделать. То есть у меня есть такая фишка, у меня там ребенку там 4 года, что-нибудь починить. Вот она что-нибудь поломает, что-нибудь посидеть, починить. Это не имеет материальной ценности, это не мать времени, но для меня это как вот это антидоминанта, компенсировать это. То есть это вот такое техническое. Я когда много общаюсь с людьми, мне нужно немножко посидеть, покрутиться с чем-то. Окей. Какой бы себе совет дал после универа, если бы… Исходя из сейчас, себе молодому после универа? Да. Только не покупать биткоин, это отчит. Тогда их еще не было, понимаешь, это было давно. Какой бы я себе совет дал? Я дал бы совет больше ходить по собеседованиям. Почему? И причем это не после универа, а еще до распределения. То есть, да, как… Единственное, что я вот, знаешь, как вот переживаю, там, хотя все сложилось, к тому, что если бы, может быть, я пошел бы к какой-нибудь айтишному, айтишному компанию, распределился бы, то, может быть, это было как-то по-другому, я бы там остался в айтишке, там, да, как… И это к вопросу того, чтобы, знаешь, как иметь внутреннюю уверенность, там, да, как, что я проверил варианты. Знаешь, это лучше сделать и пожалеть, чем не делать Это звучало так, будто бы ты жалеешь, что ты не остался в айтишке. Смотри, то, что я говорил, лучше сделать и пожалеть, чем не делать и пожалеть. Я единственное, что жалею, то, что, знаешь, если бы я попробовал и вот эти варианты, прям, это было бы вообще cool. То есть, еще больше утвердился бы в том, например, что психология это твое. Например, там, она и так, там, мое, там, вопросов нету, но я бы это, например, мог применить сам в другом каком-то качестве, там, да, как… То есть, к вопросу того, что, давай я там конкретнее все-таки скажу, много, все-таки близ, но много получилось. Больше экспериментировать. Хорошо. Понятно. Знаешь ли ты кто такая, Вероника Степанова? Нет. И слово «анальщики» тебе тоже ничего не говорит? Программисты-анальщики. Нет. Я не мог не задать этот вопрос. Я скажу свое субъективное мнение, нормальные психологи не знают ни Веронику Степанову, ни кто такие программисты-анальщики. Простите меня, кто такой Вероника Степанова? Я скину видос. Это одна очень популярная, назовем ее, психологиня на Ютубе, которая очень сильно любит говорить, что причина программистов всех в том, что им в детстве там что-то не так делали. И они у нее называются программисты-анальщики. Слушай, ну она хайпует, наверное. Хайпует конкретно. Хайпует. Очень сильно. Прямо. Люди, которые хайпуют, тоже нужны в этом мире. Ну да. Да, как они украшают. Ха-ха-ха. Точно. Окей. Сколько стоит хороший психолог у нас в доллар? Ты за час спрашиваешь? Да. Понимаешь, кризис сейчас, в смысле коронавирус, там, я прям часто не скажу, как, что прям поменял, попросил. Нет, нет, возможно. Окей. Ну давай до коронавируса. Ну, условно. Так, еще раз. Цена не является критерием качества. Это важно понимать. Потому что хайпующий психолог может заломить цену в 500 баксов и хайповать, и делать некачественно. То есть так как и хороший психолог может быть и за 20 баксов, но это очень постараться нужно найти, но начинающий, например, там так как, вот. Но в моей картине мира от 30 до сотки. Как бы это ни звучало, к сожалению. От 30 до сотки, то есть это в долларах там, ну порядок там может быть. Какой процент айтишников у тебя в клиентах? Хороший вопрос. Я не ввел статистику. Ну так, субъективно. Понятно, что он меняется. Ну порядка 30-25 процентов, наверное, так примерно. Это к тому, что многие считают, что к психологам только айтишники у нас уходят. Как бы. Кто кроме айтишников еще асоциально активен в походах к психологам? По профессиям, если я спросил. Да, я понял. Смотри, есть и социальная сфера достаточно много. Особенно где она такая напряженная, стрессовая. И у меня есть, консультируются и врачи, и там, педагогам тяжелее с этим. Но социальные какие-то там работы, в том числе и в некоммерческом, и в государственном секторе. Есть бизнесмены, понятно, с высоким уровнем ответственности, тревожности. Есть юристы, которые тоже приходят. Руководителей достаточно много, потому что там много стресса и напряжения. Да, стрессовые. Бывают, и интересные бывают, бывают архитекторы, творческие люди бывают. Да, как тоже приходят. Какая самая неожиданная профессия была у твоего клиента? Для тебя неожиданная. Прикольный вопрос. Какая самая неожиданная? Ну, наверное, такое, может быть, конечно, это будет так избито, но как стриптизерша. Но это профессия. Это профессия. Да, непростая на самом деле. Тебе сложно было в той ситуации как-то осознать, принять? Нет, нормально. Это просто было неожиданно, да, как? Ну, как бы, вот, как бы... Как же написать? Я... Вы не обсуждаете клиента, правильно? Нет, подожди. Это конфиденциально, то есть, да, как? Все, окей, хорошо. Я там задаюсь, ну, как бы я перепроверяю все время. То есть, если я что-то скажу, там, не будет ли это какое-то нарушение конфиденциальности. В принципе, тут вопрос того, что консультируя человека, ну, как бы, важно самому отстраняться. То есть, ну, как... Вот. А не сложно ли в процессе, там, общения с друзьями и семьей выдерживать конфиденциальность на уровне клиентов? То есть, не бывает такого, что вот сидите там, не знаю, у костра, и вот хочется историю рассказать, а потом ты понимаешь, что, а, нет, что, это конфиденциально. Ну, это прям навык, который важно, там, отстраивать. Это прям важно отстраивать. И даже если рассказывать, там, нужно эту историю максимально, ну, так изменить, и вообще, чтобы никаких отличительных этих... То есть, это может звучать так. У меня был один клиент, который сказал, там, не знаю, попка дурак, там, да, как, ну, не знаю, там, что-то. Но это, опять же, иногда это теряет соль, поэтому, пока ты подумаешь... А дискомфорт приносит ли это дискомфорт постоянно париться по этому поводу? Ну, бывают ситуации, в которых это приносит дискомфорт. Особенно, когда, там, консультируются люди, которые, ну, в какой-то степени медийности. Да, как, и, там, в твоем присутствии, там, кто-то, ну, позволяет себе, там, как-то отзываться, там, троллить, там, или еще что-то, там, да, как... Ну, и ты, как бы, знаешь человека по-другому, там, знаешь, там, какие-то другие вещи. Но ты, как бы, там не можешь особо что-то сказать, потому что, как бы, и даже в защиту, если хочешь что-то сказать, там, да, потому что, ну, как бы, так вот, да. Бывало ли у тебя такое, что ты откровенно дерзил своему клиенту и выражал свое несогласие? Ну, вообще, и можешь ли ты рассказать про этот случай? Дерзил, я не совсем, ну, не совсем могу сказать. Ну, скажем, дерзил... Провоцировал, то есть провоцировал, да, бывало. Точка зрения клиента очень не совпадала вот с твоей системой координат моральной, и ты из-за этого срывался и вел себя непрофессионально. Я думаю, что нет, ну, у меня не было на эту тему, то есть это одно дело, то, что я думаю, другое, что у меня на эту тему не было ни рекламации клиентов, ни каких-то, там, претензий, что, ну, вот так вот. Вот, да, как, я считаю, что это профессиональность, там, в этом должна заключаться, то есть, да, как, вот. Но случаи сложные были, там, да, как, например, у меня какие-то определенные семейные, там, ценности, и иногда люди приходят за помощью, ну, например, там ведут, там, встречаются с женатым человеком, например, там, да, как. Ну, я к этому лично могу не очень хорошо относиться, то есть, да, как, но во время работы я точно понимаю, что моё вот это личное я пододвигаю, то есть, так как и это живой человек, ему плохо, у него есть сложности, там, да, как ему нужна помощь. И не мне право судить его, там, за эти вещи. Окей. И последний вопрос. Почему в высококосном году на один день больше? Потому что люди так договорились, да, люди так договорились, потому что не делилось на кратное число, на кратное число количество, там, обращений вокруг, там, планеты Земля вокруг своей оси и вокруг Солнца, и для того, чтобы какой там юнгианский, гигиенский календарит, там, короче, слушай, это мера сдержек противовесов. В сутках не 24 часа, именно поэтому, да. Да, то есть, ну, как бы это чисто техническое организационное решение. То есть, да, мы можем договориться, что единичка, мы считаем всё, что, там, отличается плюс-минус 0,001, там, да, всё зависит от системы, координат которых работают, да. Да, то есть, интересно, в связи с чем этот вопрос заперёмся. У меня всегда в конце интервью есть вопрос, связанный с математикой, либо физикой. Просто, чтобы у меня, там, да, было хорошо когда-то, честно. У меня иногда, опять же, бывают, там, как вопросы, там, про психологов, иногда лично у меня бывают такие сны тревожные. Мои тревожные сны, они про то, что я заваливаю экзамен по физике и математике. Реально, что я настолько отупел, там, забыл это всё, да, как... А у тебя не осталось тёплых чувств к этой точной науке, ко всему, нет? У меня тёплое чувство, там, да, как тёплое, но немножко отстранённое. Поэтому иногда видишь, у меня такая, мой такой тревожный сон, это, что я заваливаю экзамен по физике и математике. Окей, всё, на этом всё. Спасибо тебе большое. Всё, кружку мы вручаем кому-то. Сначала спасибо тебе. Спасибо большое за интересные вопросы. Интересные рассказы, это вообще то, что я люблю. Ну да, и подарочек в конце. Вот это вот замечательная кружка от компании «Квадратный апельсин». Да, вот мы сделали такие... Тут даже цитата есть такая, Якуба Колоса, мы решили, что надо быть патриотами. Класс, класс. Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь. На русском, правда, но с благодарностью «Квадратный апельсин», но это Якуба Колоса. То есть цитата с логотипом. Прям респект. Оранжевая такая. Кому мы эту кружку вручём? Я прям не думал каких-то сложных кейсов, понимаете. За какой-то интересный вопрос. За какой-то комментарий, либо вопрос, прикол. Да, может быть даже историю своей жизни, как вы сходили к психологу. Но это же конфиденциальная информация. А человек может о себе рассказывать, как он сходил, что для него было прикольным. Давай, что-то самое прикольное. Прикольное. История похода к психологу. Или инсайтная какая-то такая. Интересная. Интересная. Самая прикольная, либо интересная история вашего похода к психологу. Можно даже и друга, чтобы люди там не палились, если что. Да, да. Можно кого-то там, да. То есть такая, чтобы не палились кого-то. Не надо там нам фамилии, имён, чтобы там никого-то не это. То есть, да, какая-нибудь история, которую вы узнали сами. Может, ты передумали, я не знаю. В общем, ставьте хэштег «конкурс», присылайте в комментариях свои истории. И на ближайшем стриме разыграем эту кружку. Василий, поможешь нам выбрать? Помогу выбрать, да, как. И кружечка отправится в любую точку планеты. Теперь уже точно всё. Ещё раз спасибо. Я пару слов скажу. Если кого-то прям стало интересно то, что я рассказывал, меня легко там, и меня, и вот эта квадратная песня легко найти. Пожалуйста, переходите развиваться там лично. Мештайм твой контакт какой-нибудь. Да, да, да. Пожалуйста, то есть, так как я за развитие топчу, поэтому развивайтесь. Какой контакт? Почту. Да, у меня на самом деле всё в открытом или в этом, на сайте выложим. Окей, просто ссылочку на сайт выложим. Да, ссылочку в описании. Да, в общем, если вас какая-то из тем затронули, либо просто с любым вопросом, я думаю, можно писать. Пишите, пишите, ссылка в комментариях будет, да, там можно найти, обращаться и для себя, если для компании вам надо будет, пожалуйста, пишем. Спасибо. Всё, подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали, ставьте ваши айтишные лайки, делитесь этим видосом с друзьями, чтобы друзья знали, что можно и вот так, и что психология-то вам не хухры-мухры. Психология, более того, она может быть очень аналитична и системна. Да, это яркий пример тому, что не только гуманитарии, скажем так, не в обиду, сказано, приходят в психологию. Всё, теперь точно уже пока, всем спасибо, до свидули. Пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok